Привет, музыканты! Канал Нескучный Саунд и первая часть видео про настройки рипера. По многочисленным просьбам подписчиков, только ради вас, други, мне потому что самому, конечно, недалеко не так это интересно снимать, как про теорию музыки или про аранжировочные приёмы. В общем, кушайте, не обляпайтесь, можно сразу перемотать на начало, я пока поразглагольствуюсь. Значит, первая мысль. Я не гуру рипера, не ходячий мануал, так себя не позиционирую и совершенно нет у меня таких целей. Для меня рипер – это инструмент по работе с музыкой, и всё это ради музыки и ради работы. Насколько нужно, настолько я его и знаю. То есть, мне меню настроек рипера, понятно, процентов на 80, и использую я его процентов на 40. И вот этим могу с вами только поделиться, и думаю, что большинству музыкантов это будет выше крыши. Всё то, что я не понимаю, я постараюсь хотя бы перевести с английского, чтобы, если вас это касается, вы могли понимать, где искать. И ещё одна мысль про вот эти все русские и английские. Основная часть рипера переведена силой добровольцев на русский язык, им хвала и почёт, спасибо. И там Cubase, по-моему, пару версий, как официально локализован для России. Это всё очень клёво для людей, которые хотят заниматься звуком, но не дружат с английским. Но если вы хотите всерьёз сделать это своей профессией, то есть, стать микс-инженером или аранжировщиком, я вас очень призываю, други, всё равно использовать профессиональный софт на английском, потому что вся эта индустрия всемирно говорит на английском, вся терминология заимствуется из английского. Самые лучшие и многочисленные учебные материалы на английском. И даже многие русскоговорящие профессионалы, они русские термины-то и не знают, потому что они всю жизнь привыкли сталкиваться с английским. И тут нечего бояться, потому что работать в софте на английском – это не так сложно, как говорить по-английски или понимать английскую речь, или иметь клёво произношение. Просто всё это сводится к тому, что выучить сотню слов, терминов каких-то, связанных со звуком. И вот вы видите, написано что-то про аудио, про сент и про вольюм. И вы понимаете, что это связано как-то с аудио, с посылом и с громкостью. Вот и всё, что вам нужно понимать в большинстве случаев. Так что не бойтесь, фигачьте по-английски. И последнее, в YouTube комментарии, в которых будет чётко, ёмко и конкретно указываться на мои ошибки, на то, что я неправильно объяснил или то, что я упустил, эти комментарии я буду закреплять в топе, вот этим сердечком ютюбовским, идиотским. Так что со временем в топе комментариев, скорее всего, скопится тоже очень полезная информация, можете посмотреть. Ну и всё, понеслась. Итак, general, основные. Здесь у нас language, выбор языкового пакета. Если вы поставите там русский какой-нибудь, то здесь он у вас появится. Честно говоря, я никогда этого не делал. Значит, import, export, конфигурация. Начнём с экспорта. Можно взять и всё то, что вы настроили, всё пресеты, цепочки эффектов, расположение окон, настройки плагинов, то есть всё-всё, что угодно, картиночки можно экспортировать. Таким вот образом. Мы сюда нажимаем, и он спрашивает, что именно будет входить в эту экспортируемую конфигурацию. Вот, что есть конфигурация? Это вот как раз, какие плагины там входят, всякие какие-то внутренние. Я не знаю точно, потому что я экспортирую конфигурацию обычно целиком. Ну, в общем, это, грубо говоря, можно сказать, настройки Reaper. Точно настройки, в которых мы ковыряемся сюда входят. Потом Color Themes, да, это темы. Пресеты плагинов, цепочки эффектов, если вы их сохраняли. Эффекты JS, которые в папке с JS-плагинами, потому что их можно ставить те, которые не входят изначально в Reaper. Потом темплейты, то есть эти шаблоны проектов. Miscellaneous data — это вот у нас иконки, тулбарные иконки. И ещё я вижу какие-то настройки для джойстика, гаммы разные, лады, и импульсы кабинетов для JS-плагинов гитарных. Courses and keymaps, честно говоря, не знаю, что такое, потому что Actions, вот есть Actions and keybaring с горячей клавишей, вот. Так, меню и тулбары. Понятна их настройка расположения. Menu sets — это то, как у вас настроены менюшки, всплывающие по правому клику и вверху вот эти, что в них влезает. Так, Channel mappings. Не хочу соврать, по-моему, это то, как Reaper видит у вас выходы и входы вашей звуковой карты. Так, скрипты. Вот языковые пакеты. База данных Media Explorer, то есть вы можете в Reaper создавать пути к папкам с вашими сэмплами и с какими-то заготовками, с чем-то таким. Так, Web Interface. Это касательно Web Interface, а я про него ничего не знаю. В общем, мы все эти галки выбрали. Жмем Save. Находим какое-то место, куда мы сохраняем этот файл. И сохраняем его. Это, может быть, нужно для того, чтобы с кем-то поделиться своей конфигурацией, либо чтобы, допустим, запомнить ее состояние перед тем, как вы хотите делать какие-то серьезные эксперименты. И вообще лучше это периодически делать, чтобы если у вас что-то случится с компьютером, там, не знаю, у вас была возможность восстановить все свои любимые настроечки, потому что вся кайфовость Reaper, конечно, в том, как можно его настроить. Делается так, мы нажимаем на импорт и выбираем конфигурацию, где там у меня на Google Drive, по-моему, вот у меня есть конфигурация. Я ее выбираю, нажму на Open, она у меня спросит, что именно из того же самого списка я хочу импортировать. Я все это импортирую, и у меня все встанет. Затем настройки с Undo, отменой действий. Максимально используемая для Undo память 256 МБ. Мне кажется, это дохренище для Undo. И можно здесь это уменьшить и увеличить. Я с этим никогда не имел никаких проблем. Затем такая вещь, как включатели в Undo, такие действия, как выделение айтема, трека, линии автоматизации, времени, time selection или курсора. Вот смотрите, у нас есть здесь View, Undo, History. Вот все произведенные в проекте действия в этой сессии. Вот если у нас галка на айтеме стоит изначально, то каждый раз, когда я выбираю разный айтем или снимаю выделение айтемов, у меня здесь создается Undo шаг. Затем, если я выбираю треки, то Undo шаг, как мы видим, здесь не создается, потому что нет галки на трек. Если галка на трек есть, Apply, то каждый раз при выборе трека создается Undo Point. Точно так же при выборе какой-то точки на линии автоматизации, вот это я их создал, теперь, когда я их выбираю, это разные, то есть изменения выбранной точки на автоматизации. Так, снимаем это. Потом Time, это у нас создание Time Selection. Хоп, каждый раз, когда мы создаем Time Selection, создается Undo Point. И курсор, если эта настройка стоит, то каждый раз, когда мы двигаем курсор, создается точка возврата. И там есть, видите, какой определенный буфер, то есть если я много-много-много-много-много-много-много-много-много-много-много кликаю, то только по окончанию будет создана новая точка. Это довольно, наверное, удобно. Но, честно говоря, я вот это все не использую. Следующая галка. Когда вот эти вот выбранные 256 мегабайт на Undo Memory заканчиваются, чем жертвовать? По дефолту убираются какие-то точки из середины, то есть самый первый Undo Point сохраняется. Вот, а если поставить эту галку, то при выходе за лимиты будут удаляться самые старые точки. Вот и все. Так, сохранение истории Undo вместе с проектом. Прямо внутри файла проекта. Чем это хорошо? Тем, что вы можете открыть проект, и в нем будут сохранены все действия, которые у вас были до того, как вы его закрыли. То есть, допустим, перед тем, как закрывать проект, вы совершили какую-то трагическую ошибку, и теперь, вы открыв его, сможете ее устранить. Но оборотная сторона то, что все вот эти 256, допустим, мегабайт Undo будут храниться в файле проекта, и сохраняться он, скорее всего, будет крайне долго. Я этой фичей никогда не пользовался, честно говоря, не вижу смысла. Вот эта галка, я не совсем понимаю, что она делает, могу вам только перевести. Внизу вот всплывает подсказка. Загружает историю Undo с диска при открытии проекта, что бы это ни значило. Следующая галка — сохранение нескольких путей Undo из нескольких историй. Я этим никогда не пользовался, потому что мне не нравится то, что написано в скобках про использование большего количества памяти. Пояснение написано — дает вам больше вариантов, когда вы откатываетесь назад по шагам, но использует действительно больше памяти. Вот, сори, други, но я этим не пользовался никогда. Итак, с Undo закончили. Что делать, когда Reaper запускается? По дефолту стоит LastProjectApps, то есть какие проекты были у вас открыты при закрытии Reaper, такие же и откроются. Варианты другие. Открыть один активный последний проект, в отличие от нескольких вкладок возможных. Затем новый проект, игнорируя дефолтный шаблон, с этим шаблонами разберемся, или просто новый проект, соответственно, по шаблону, который вы установили как шаблон по умолчанию. И всплывание диалогового окна. Вот этим вот пользуюсь я. Всплывают при открытии варианты. Вот это последние открытые проекты. Новый проект без темплейта. Новый проект по темплейту. И список недавних проектов. Он довольно там длинный может быть. Затем галка. Автоматически проверять, есть ли новая версия Reaper при запуске Reaper. Эта галка говорит создавать новую вкладку проекта, когда вы перетягиваете из Finder или Explorer какой-то медиафайл сюда. Но он работает, она не так, как я предполагаю, потому что вот мы сюда перетягиваем аудиофайл, он вставляется в проект. И не создается в новой вкладке, куда бы я и не вставил. Но если мы перетянем сюда какой-нибудь проект, допустим, то он предлагает мне вставить в проект как медиа-айтем, то есть это субпроект, об этом вообще потом, открыть этот проект вместо ныне открытого проекта и открыть в новой вкладке. То есть мы открываем в новой вкладке и получаем, что у нас вот две вкладки проекта. И тут льются слезы тех, кто работает в программах, которые не могут открывать сразу несколько проектов. Итак, и показывать ли Splash Screen при запуске Reaper, то есть вот эта картиночка, когда рипер, логотип рипера, и все это там крутится, речь о ней. Можно ее убрать, и даже где-то можно ее заменить, не помню где. Затем, вот в списке недавних проектов сколько там будет их максимум? По дефолту 50, максимум 100. Кнопочка Clear List, она все это дело снесет. Зачем это может быть нужно? Когда вы импортируете чью-то конфигурацию целиком, то вам и этот список недавних проектов импортируется. Естественно, это будут все битые адреса файлов, то есть можно взять это дело почистить. Здесь можно включить предупреждение, которое будет всплывать, когда рипер начинает использовать какое-то количество памяти. Ноль эту функцию выключает. Дальше кнопочка Продвинутые настройки и твики юзер-интерфейса. Жмем. А, вот здесь можно заменить Splash Screen, то есть вставить изображение другое. Автоматически прятать док, когда находимся в полноэкранном режиме, но сейчас мы находимся в полноэкранном режиме, и док никуда не прячется. Видимо, что-то я неправильно понимаю, но мне от этого ни горячо, ни холодно. Дальше галка Масштабировать элементы пользовательского интерфейса, кнопочки и картиночки. Изначально стоит масштабка 1 к 1. Давайте мы попробуем сделать 1,5. Перезапускаем. Вот. И вот такое вот у нас все большое. Я не исключаю, что при этом могут какие-то графические глюки появиться, но если, допустим, у вас со зрением какие-то запары, или вы вынуждены крайне далеко от монитора сидеть, я думаю, что это может быть бесценная фича. Поехали дальше. Позволять окошкам виллопа и роутинга оставаться открытыми. Речь идет о вот этих вот окошках. Если мы сюда нажимаем, вот это окно открывается. Как только я начинаю чем-то заниматься, это окно закрывается. А если мы эту фичу включим, то это окно может висеть. Это, в принципе, не похоже на какую-то суперэкспериментальную фичу. Мне проще представить, кому она нужна. Допускать команды с клавиатуры, даже когда происходит какая-то редакция мышью. Смотрите. Вот у меня назначено на Shift-Z вызов окна рендера. Если я, допустим, схватил мышью и таскаю вот этот вот item, то Shift-Z у меня не срабатывает. А если я вставлю эту галку, то вот я таскаю item и при этом жму Shift-Z и получаю себе открытие окна. Мне ни разу в голову не приходилось, что, может быть, это нужно, но на случай, если вам это пригодится, знайте, что это здесь. Так, здесь вот какая-то штучечка, связанная с поведением графики на оси. Ничего про это сказать вам не могу. Дальше. Подпункт пути. Итак, путь, куда по умолчанию сохраняются новые проекты. То есть, ваша папка «Мои проекты и мои чудесные хиты». То есть, вот мы выберем, допустим, у меня есть папочка «Котёл». Оп. Затем, куда отправляются рендеры. То есть, вы можете выбрать какую-то папку, допустим, у меня с кубейсовских времен осталась папочка «Миксдаун», куда из любого проекта будут кидаться рендеры. Если здесь ничего не назначено, то рендеры кидаются прямо в папку с проектом. Ну и самое интересное, что здесь можно, начиная с версии 5.15, по-моему, назначить «Относительный путь». То есть, я пишу здесь «Рендерс». Применяю. И теперь, когда я хочу чего-то зарендерить, то мы видим, не ввожу никакой адрес и уже прописывается «Котёл», название проекта, под папка «Рендерс». И здесь вот уже имя файла, которое введено у меня чуть выше. То есть, это очень удобная фигня, именно так я пользуюсь. Мне кажется, это оптимально, что все рендеры сохраняются в под папку внутри проекта. Затем, по умолчанию, путь, куда записывается аудио, бросаются видео, файлы, там, изображения, все, что у вас есть в проекте. Здесь точно так же, если ничего не введено, то это бросается в папку с проектом, вы можете ввести конкретный адрес, либо можете относительнее выбрать, допустим, «Медиа». Хлоп. И теперь, любой файл, который создается внутри проекта или перетаскивается в него, будет оказываться в под папке «Медиа» внутри проекта. Очень удобно. Затем, можно исключить, если вам это интересно, такую штуку, что пики аудиофайлов будут сохраняться в отдельное какое-то место. Если вы прям так заморачиваетесь какой-то организацией файлов, я этим никогда не пользовался. И сюда можно ввести несколько еще путей, куда будут сохраняться копии этих пиковых файлов. Поехали дальше. Клавиатура. По дефолту стоит галка. Внизу объяснение такое. В некоторых полях редакционных не надо ждать Enter, а просто после секунды бездействия данные будут введены. Я хз, где эти поля, можете поэкспериментировать. Вот это важная фича. Использовать альтернативные экшены во время записи. Что это значит? Открываем наше окно экшенов. Здесь есть вот такая вещь. Экшены в оранже, экшены в оранже во время записи, экшены в Media Explorer, экшены в MIDI редакторе, экшены в Media Redactor, который в режиме списка сообщений, и экшены внутри MIDI редактора, который открывается внутри оранжа. То есть вот эта штука по дефолту неактивна. И если мы ставим здесь эту галку, то у нас активируется вот это вот хозяйство. Отдельные экшены во время записи. То есть в тот момент, когда происходит запись, работают другие экшены. Зачем это нужно, что мы можем создать следующий кастом экшен? Мы назовем его Re Record, из чего он будет состоять Transport Stop и Delete All Recorded Media. То есть останавливаем и удаляем все то, что записали. Следующее действие Transport Запись. Вот, мы назначаем на него какую-то клавишу. Допустим, вот в обычном режиме у нас Command R означает запись. А в экшенах во время записи мы назначим Command R на перезапись. Вот у нас есть канал. Нажимаем Command R Поехали записывать. Если сейчас я нажимаю на Command R то запись пошла с по-новой предыдущий дубль удален. Это очень удобно для таких ребят как я, которые пишут гитару с 85 дубля, то есть я облажался Command R опять облажался Command R проворонил не вступил Command R и так далее. В чем геморрой с этой штукой, что как только вы ее включаете, то у вас вообще никакие функции не работают во время записи. То есть вот здесь не назначена вообще никакая горячая клавиша ни на что. То есть допустим даже элементарно стоп нажать на пробел не срабатывает. То есть нужно будет пройти здесь и ввести какие-то вещи которые вам нужны во время записи. Но можете себе представить если у вас какие-то специфические нужды насколько гибко здесь все можно настроить в этом чертовом рипере. Поехали дальше. Это для пользователей винды в которые если нажимаешь или держишь alt то фокус прыгает вот в эти вот менюшки наверх. Эта фича предотвращает такое поведение. Вот это ссылка на окно экшенов а вот это возможность увидеть в эксплорере все ваши горячие клавиши назначенные. Можете себя распечатать и в туалете читать запоминать либо поделиться с кем-либо. Так дальше касательно тех кто использует всякий мультитач ничего про это не знаю но могу вам просто перевести позволить свайп то есть пальцы провод отобразить его в обратную сторону точно так же зум допустить и отобразить его что-то связанное с инерцией ничего не понимаю сори кручение верчения мультитач и тоже отобразить и тоже его можно как-то засупоресить затем введение буфера в 100 миллисекунд или в другое количество времени чтобы не происходило скролла после каких-то жестов вертикальный скролл отобразить на 180 градусов горизонтальный тоже отобразить это опять же ссылка на окно экшенов дальше поехали настройки проекта самое первое какой шаблон проекта использовать как стартовый по умолчанию то есть давайте мы сделаем вот этот наш шаблон по умолчанию вот так вот у нас будет выглядеть мы зайдем в настройки проекта здесь чего-нибудь там себе покрутим допустим сделаем фриз на 32 бита как советуют умные дяденьки и что-нибудь здесь введем в настройки видео какие-то вещи которые по-любому нам нужны чтобы были в изначально создаваемом проекте вот у нас 4 есть канала теперь мы жмем файл project templates то есть шаблоны проектов save project as template сохранить этот проект как template значит он у нас будет называться tabula rasa то бишь чистый лист отлично теперь мы возвращаемся в наши настройки жмем browse и вот у нас он нас сразу кидает шаблоны здесь у нас есть tabula rasa замечательно apply и теперь когда мы сделаем новый проект этот сохранять не будем опачки наш новый проект вот выглядит вот так вот вернемся обратно дальше важная галочка при создании нового проекта сразу попросить его сохранить это очень полезная галочка чтобы не случилось так что вы в творческом порыве создали проект чего-то в нем понаделали а потом вы его и не сохраняли и он упал и вы не знаете где он лежит в каких временных файлах и так далее то есть эта штучка очень полезная когда мы ее включаем то жмем new project и нам сразу предлагают его куда-то сохранить и здесь кстати раз уж пошла пьянка смотрите галки если я сейчас вот просто ни одна галка не стоит ввиду название проекта то он создастся у меня внутри моей папки с проектами и тут начнется бардак вот но если я ставлю create subject создать поддиректорию для проекта то я сделаю так и у меня создаться папка ла-ла-ла внутри нее будет проект ла-ла-ла и там все вот эти аудио, медиа, рендеры и так далее очень полезная фигня а если я сохраняю новую версию проекта внутри проекта то мне не нужно папку внутри папки и я эту галку уберу эта галка скопировать все медиа в новый проект допустим вы сохраняете новую версию проекта в другой папке и вам нужно чтобы аудиофайлы сохранились при нем они относились куда-то в предыдущую папку которую потом вы удалили и все проекта у вас нет и это возможность при копировании конвертировать еще все это аудио в формат который вы пожелаете вот такая вот чудесная гибкость то есть допустим вы делаете какие-то прям на черный-черный день на всякий случай бэкап вы можете просто взять и все превратить в mp3 то есть иметь очень-очень легенькие бэкапы всех проектов а это уже не копировать а переместить все аудиофайлы в новую папку проекта ну это опасно тем что в старом месте они могут собственно и пропасть и это при создании нового проекта сразу же открывать настройки проекта то есть какие-то вещи то есть вот это вот окно project settings оно будет сразу же после сохранения нового проекта у вас появляться чтобы вы тут настроили что вам нужно частоту дискретизации и так далее дальше настройки загрузки проекта если у аудиофайлов в проекте указан какой-то путь то вставим эту галку и сперва он посмотрит в папке с аудио этого проекта прежде чем лезть куда-либо еще это предупреждать если при загрузке проекта какие-то файлы он не нашел он вам скажет какие и предложит вам их поискать и как себя вести вообще не заоткрывать теперь этот проект и забыть про него или забить болт на то что файлы не открываются и так далее показывать сплэш-скрин и состояние загрузки когда проект загружается ну мы же все любим строить смотреть как строчечка бежит и счастье приближается так что этого нужно оставить эта галка я никогда ее не снимал не вижу смысла но просто на всякий случай это некая экономия насколько я понимаю пространство тем что вот у вас тысяча аудиофайлов в проекте и он пишет к ним адрес не диск c пользователь такой-то мои документы проект такой-то аудиофайл такой-то он просто пишет аудиофайл такой-то и он будет его искать в папке медиа этого проекта и полный адрес будет прописывать только для тех файлов которые находятся в другом месте на другом диске и так далее дальше хитрые штучки по поводу бэкапов первая галка которая у меня стоит как только вы сохраняете проект то есть вы переписываете файл с проектом он создает на всякий случай один бэкап и предыдущую версию этого проекта прямо рядом с ним вот мы залезаем в папку с проектом и здесь у нас есть один бэк то есть как только я сохраняю проект создается один бэкап не вижу причин этого на всякий случай не делать так что оставляйте и затем мудреные очень гибкие настройки по поводу нескольких бэкапов хранить в одном бэкап файле несколько версий я пробовал получаются гигантские просто бэкап файлы и вы на него нажимаете и выпадает список всех по времени бэкапов которые вы хотите открыть мне кажется это непрактично и неудобно вот эта штука которой пользуюсь я каждый раз при сохранении проекта создается отдельный бэкап который помечен по времени своего создания то есть вы можете их пролистать и посмотреть какой и когда был создан эта галка позволяет внутри бэкап файлов хранить еще историю undo что как они предупреждают может сильно увеличить размер этих бэкап файлов и я это никогда не включал дальше идет автоматический бэкап каждые по дефолту стоит 15 минут ставьте ребят минут поменьше потому что здесь надо ставить поменьше потому что всякое бывает мы все любим рипер но он ребята тоже падает у меня по крайней мере падает реже чем кубейс раз в 25 но достаточно одного неудачного падения чтобы сильно загрустить и что-то потерять поэтому здесь лучше поставить там 3 минутки допустим единственное чем это чревато что если проекты у вас большие особенно если аранжировочные с кучей инструментов для которых постоянно сохраняется что-то то ну каждые 3 минуты у вас будет затуп на пару секунд когда это все хозяйство сохраняется и здесь можно поставить условие что сохранение создание этих бэкапов будет происходить только не тогда когда происходит запись То есть если запись не происходит и вы что-то делаете или проигрываете проект, бэкап может создаваться. А если вот так поставить, то бэкап будет создаваться только тогда, когда проекты не проигрываются вообще, то есть полная остановка. А так, бэкап будет создаваться, как только прошло 3 минуты, независимо от того, что происходит. Я с этим не пробовал экспериментировать, ребят, не знаю, если хотите, пробуйте. Дальше. Вот эти галки относятся к вот этому нашему созданию бэкапов, помеченных по времени. Вот так он будет создавать их в папке с проектом, и там начнется трэш, потому что будет много-много-много-много бэкапов. Этот бардак мне не нравится. И здесь возможность создавать их в отдельной папке. Соответственно, можно тоже указать путь до какой-то отдельной папки, где будут все бэкапы. Так у меня раньше было. А теперь, когда в Reaper можно относительные адреса вводить, то мы просто создаем, здесь пишем бэкап, и внутри папки с проектом создается папка бэкап, в которой будут сохраняться бэкапы. Вот это для экстремальных пацанов галочка. То есть создаваться будут не бэкапы, а будет сохраняться ваш проект, переписываться. Не знаю. Это, знаете, для тех, кто любит играть в игры, где если ты умер, то ты умер навсегда и все потерял, и нужно начинать игру сначала, как Contra 20 лет назад. Так что, если хотите, вот вам эта галочка. Будьте хардкорным музыкантом. Это что-то тоже про сохранение анду куда-то я не совсем понимаю. И здесь, опять же, в скобках помечено, что система может быть не очень отзывчива при таких настройках. Я сюда не лезу. И вам без особой нужды не советую туда лезть тоже. Дальше. Дефолтные настройки треков и посылов. Итак, вот этот прямоугольник. Что у нас изначально включено на канале, когда он только появился. Очень удобная фигня. То есть, изначальный фейдер на нуле мы можем сделать здесь, допустим, минус 9. И когда мы создаем новый канал, как мы видим, у него volume минус 9. Дальше. Какие по дефолту будут видны линии автоматизации? То есть, изначально не включены никакие. Если мы все вот эти галки сейчас поставим здесь, apply, то мы создаем новый канал, и у него сразу же все вот это видно. То есть, если вы всегда везде крутите линию автоматизации громкости, то почему бы ей изначально не создаваться? Форма линии автоматизации. Линейная, квадратная, медленно начало, быстрый конец, быстрое начало, быстрый конец и без... не знаю, как эта штука называется. О чем речь? Вот, смотрите. Форма. Она не линейная. У нее здесь присутствует некоторая такая плавность. Это, наверное, фамилия дяди, который придумал. Не хочу ее коверкать. У меня по дефолту все равно стоит линейный, и я не заморачиваюсь. Надо признать, что я не король автоматизации. Дальше поехали. Дефолтное состояние автоматизации. То есть, оно изначально у нас просто в режиме чтения, но мы можем поставить любую, допустим, write. Допустим, write, и при создании нового канала он уже в режиме записи автоматизации. Дефолтная высота треков в новом проекте. Это не влияет на то, какого размера создаются новые треки уже в текущем проекте. То есть, как мы видим, новый трек все равно создается такого размера, исходя из текущего масштаба. Итак, дальше галочка показывать ли новый канал в микшере. То есть, если она снята, то вот у нас внизу микшер. Я создаю новый канал, в микшере он не появился, пока я этого не приказал. Дальше отправка на main или на канал, который является родителем в текущей папке. Вот этот зеленый огонечек, который вот здесь горит, он означает, что посыл идет на мастер. То есть, сигнал с этого трека идет на мастер. А если этот трек внутри папки, то сигнал из него идет на папку. А уже папка идет на мастер. Такое поведение мы можем выключить, нажав вот эту галку. Мы создаем новый канал. Как мы видим, он сейчас не идет никуда. И мы уже можем нажать и решить, что ты пойдешь на мастер, или ты пойдешь на такую-то шину, или на такой-то канал полетишь. Либо ты сразу же, не звуча в проекте, полетишь на какой-то выход звуковой карты. В каких-то роутинговых ситуациях это бесценная фигня. И, кстати, альт-клик на эту кнопочку включает и выключает parent send. И группой тоже. Дальше поехали. И по дефолту включает на новом канале свободное расположение айтемов, их совместное звучание. Что это такое? Вот мы создаем новый канал. Здесь вот такое поведение. Мы айтемы свободным образом располагаем. Они все будут вместе звучать, даже если это аудио. Опять же, посмотрите. Возможно, для каких-то ваших нужд это будет очень полезная штука. Дальше. Record arm. То есть при создании нового канала у него будет уже гореть кнопочка, что он готов к записи. И каковы будут настройки записи этого нового канала. То есть режимы мониторинга входящего сигнала. То есть входящий сигнал. Вот это не помню, что за режим. Во время записи слышать то, что уже записано на этом канале, бывает полезно. Это что-то связано с компенсацией задержки от плагинов. Мне не случалось это нажимать. Дальше. Режимы записи. Overdub. Replace. Всякие записи выхода на канале. Вся вот эта вот хитрая штука. Все возможные варианты, которые нужны для жизни и благочестия. И, собственно, входы. То есть это удобно. Если вы в 80% случаев новый канал создаете, чтобы записывать на нем MIDI, то, собственно, и делаете на нем MIDI вход по дефолту. Делаем MIDI all channels. Fly. И новый канал изначально имеет у нас уже MIDI вход. Либо, если вы всегда записываете там гитару с третьего входа, то и делаете гитару с третьего входа. Новый канал создается. Уже назначена запись у нас третьего канала. Дальше. Масштабирование линий автоматизации громкости. Что это означает? Смотрите, когда у нас вот такая настройка, то новая линия автоматизации громкости показывает 0 дБ и находится посередине. То есть вверх у нас плюс 6, а вниз уже минус много. То есть у нас высокая мелкая точность при прибавлении и довольно все лихо при убавлении. А если мы делаем вот так и создаем новый канал, то у нас вот такая вот история. У нас на 6 дБ прибавление вот этот чуть-чуть наверх, а при убавлении гораздо большая точность на квадратный сантиметр. Вот подумайте, как вам более удобно, попробуйте по-разному. Это я не совсем понимаю, что такое. Приведу внизу пояснение. Изменение масштабирования для существующего линии автоматизации может изменить звучание, потому что изменение на фейдере трека не тождественное линейно изменением в амплитуде. Я практически как гугл-переводчик несу ахинею. Ну, сори, ребят, чем могу. Дальше маленький прямоугольничек посылы. Изначальное состояние посылов. Громкость посыла 0 дБ. То есть если я отправляю этот канал вот сюда, то посыл 0 дБ. То есть если я отправляю так на холл, то холла сразу будет много. И скорее всего нужно будет подубавлять. А с точки зрения отправления маршрутизации на всякие шины, конечно, лучше отправить без изменений громкости. То же самое. Регулировка громкости, когда вы создаете физический выход вашей звуковой карты. Вот здесь вот. То есть я отправляю канал лететь не куда-то внутри проекта, а сразу на выход из звуковой карты. У этого посыла тоже, естественно, есть своя громкость. Какими по дефолту будут посылы? Post-fader, pre-fader. Если вы не знаете, то post-fader означает, что при изменении громкости канала будет точно так же изменяться громкость, которую он посылается на другие каналы. Pre-fader, post-fx. То есть сигнал будет обрабатываться эффектами, всё как положено, но кручение фейдера на канале не будет влиять на то, с каким уровнем сигнал летит по посылам. Pre-fx означает, что сигнал будет лететь на посылы даже до того, как он обрабатывается эффектами. И дальше какой-то устаревший режим post-fx, про него ничего не знаю. Отправлять MIDI по дефолту. То есть вот отправляю я сюда. И как мы видим, вот здесь вот у меня летит аудио 1.2 к 1.2, и MIDI летит тоже. Если я убираю эту галку отправления MIDI по дефолту, то при создании посыла MIDI не отправляется. То же самое с аудио. Если я эту галку убираю, то при создании посыла вообще изначально у меня ни MIDI, ни аудио не шлётся, и я сам тут уже решаю, что куда полетит. Следующий подпункт. Дефолтное состояние медиа-айтемов. Самое первое. Создавать автоматический микроскопический фейд на аудио-айтемах. То есть он стоит вот такой. Это 10, я не знаю чего, тысячных... 10 миллисекунд. Давайте мы вставим какое-то аудио. И посмотрим. Вот. То есть оно вполне себе нормальненькое, но здесь создаётся на самом деле малюсенький фейд. То есть это может помочь с какими-то щелчками, какой-то такой ерундой. Следующая галка. При разрезании айтема делать на этом месте их пересечение и кроссфейд. То есть если я сейчас здесь этот айтем режу, то у меня здесь применяется вот эта верхняя настройка. Давайте теперь я её убираю. Режу. Ничего не произошло. А если я включаю вот это, оп, перережу. Видите, что произошло? Они один на другой наслаиваются, и в этом месте небольшой кроссфейд. Возможно, если вам приходится делать эти маленькие кроссфейды 800 раз в день, то эта галочка освободит вам 800 нажатий мыши. И этой освободившейся энергией пальца вы сможете причинять себе какое-нибудь удовольствие. Это дефолтная форма кроссфейда. То есть я могу сделать вот такую. И для нового айтема, который создаётся, вот такая форма фейда. И точно такая же. Также изменяем форму кроссфейда на выбранную. Дальше какая-то специфическая штучка про кроссфейды, которая я не представляю, зачем может быть нужна. Дальше ещё более специфическая галка, которая я не представляю, как работает, но написано там, что применяет вышестоящие настройки фейдына и фейдаута и настройки автокроссфейда к велосити миди сообщений внутри миди айтемов. Я что-то попробовал потыкать, ничего не произошло, может быть, я чего-то не того ожидаю. У каких айтемов будет включаться луп? Если вы не знаете луп, это... То есть вот у меня в миди айтеме какая-то информация, если я за ухо его тяну, то он повторяется. Это называется луп айтем. Это можно выключить, правый клик, луп айтем сорс. И теперь, когда я его тяну вправо, я расширяю этот айтем, а не зацикливаю его. Вот, по дефолту это включено. И здесь вы можете изменить настройки. То есть стоит галка, что любой импортированный в проект айтем будет залупиваться, простите за это слово. Затем любой новый миди айтем, созданный внутри проекта, будет залупиваться. Любой аудио айтем будет лупироваться. И для любого айтема, прошедшего склейку, тоже будет включаться луп. Соответственно, мы можем это дело... Допустим, в new media items мы снимаем галку, мы создаем новый меди айтем, и у него изначально выключен луп. Эта галка какая-то специфическая штука, когда вы записываете в режиме Time Selection Auto Punch, что будет происходить с этим лупом? Сори, ребят, я не до такой степени задрот, чтобы в это вникать. Но если сейчас вы почувствовали, что это что-то вам нужное, то можете попробовать ее понажимать и посмотреть, как себя айтемы будут вести. Вкладка Audio, и здесь мы видим Close Audio Device. Несколько связанных с этим галок. На моей системе ничего вообще они не меняют, что связано, судя по всему, с тем, как странно у меня аудиоинтерфейс работает, но это о том, как Reaper отпускает дрова аудиоинтерфейса, при каких условиях, чтобы они могли работать в это время в других приложениях. То есть, Close Audio Device when Stop an Application is Inactive. То есть, когда Reaper не воспроизводит аудио и не активен, он отпускает дрова. И здесь галка, которая немного уточняет условия. То есть, ставим эту, и даже если есть треки, заряженные на запись, но запись не идет, тем не менее, другие приложения имеют доступ к аудиоинтерфейсу. Это галка, что Reaper отпускает дрова, даже когда открыты девайсы, которые связаны с ним по ревайеру. А эта галка позволяет другим приложениям использовать аудиоустройство тогда, когда воспроизведение в Reaper остановлено, но он активен. И в скобках мы видим пометку, что Reaper станет менее отзывчивым. Повторюсь, что для моей системы это ничего не меняет, но если у вас какая-то есть с этим связанная проблема, знайте, что здесь нужно искать ее решение. Worn when unable to open audio devices. Предупреждать при запуске Reaper, если он не может связаться с вашим аудиоинтерфейсом. Если вы, предположим, забыли включить звуковую карту, запустили Reaper, то он сразу же вам скажет, что не могу найти свой аудиодевайс. И с этой галкой он начнет вас точно так же предупреждать о невозможности связаться с мидиоустройствами. Tiny fade out on playback stop. Эта галка означает, что всякий раз, когда вы жмете стоп, звук реально не обрывается сиюминутно, а микроскопический fade out происходит для того, чтобы было плавнее. Tiny fade out on playback start означает, что когда вы жмете play, не моментально все начинает играть, а там есть пару миллисекунд какой-нибудь fade in, и это иногда заметно, что самый первый какой-нибудь клик на долю, когда вы жмете play, он немного тише. Это на самом деле полезная штука, потому что если вы посреди какого-то бурного такта жмете play, там же моментально выстреливает некий такой искусственный транзиент, вам это не нужно. Дальше. Do not process muted tracks. Если эта галка стоит, то Reaper перестает всякие вычисления на канале, который замьютирован. То есть, как только вы его замьютировали, все плагины на нем перестают работать. Это, соответственно, разгружает вам процессор, но размьютирование становится немоментальным. То есть, как только вы отжали mute на канале, на котором много эффектов, может произойти некое хрюканье, там компенсация задержки начнет одупляться, то есть, у вас ждут на секунду какие-то артефакты. Но я эту штуку использую, потому что это очень удобно. Можно держать в play-proекте кучу всякой ерунды, которая может быть еще пригодится, но покуда все это замьютировано, оно вам не мешает никак. Но, если вас это интересует, то любой плагин вы можете поставить в режим offline. Тогда он вообще точно перестает что-либо потреблять. И, что важно для сэмплинных библиотек, он еще и оперативную память отпускает, то есть, выгружает свои сэмплы из оперативки. Вот эта галка экспериментальная, как мы видим в скобках, reduce CPUs of silent tracks during playback. То есть, в моменты, когда на каком-то канале с обработками нет никакого звука, Reaper старается меньше вычислений на нем производить впустую. Но, как мы видим в описании внизу, что эта фича экспериментальная и может каким-то образом привести к тому, что другие каналы будут сильнее грузить процессор. Короче, эту галку никогда я не ставил и не жалею. Дальше, solo with default to in place solo. Когда стоит эта галка, то, солируя track, вы включаете режим solo in place. А нажимая solo с альтом, вы включаете стандартное соло. Что такое solo in place? Смотрите, вот у меня канал, на котором звучит вокал. И с этого канала идет посыл на два дилея и на холл. И когда этот канал отсолирован в режиме in place, мы слышим все вот эти дилеи и холлы. А если же мы нажмем на соло с альтом, то мы слышим только этот канал солирован независимо от маршрутизации. И, соответственно, если вот эту галку в настройках мы уберем, то все это перевернется. Стандартное солирование будет индивидуальное, а солирование с альтом будет in place. Затем solo in front dimming. Есть такая штука в риппере, как solo in front. Очень полезная. У меня она вынесена вот сюда на кнопочку, но, по-моему, стандартной ее там нету. Вы можете вот так вот вбить в поиски action, здесь solo in front. Когда эта вещь включена, то солируя канал, вы не выключаете все остальные, а делаете их тише. Это бывает очень полезная штука, когда вам нужно внимательнее прислушаться к какому-то каналу, но все-таки в контексте. И вот это вот dimming означает, насколько понижается уровень всех других каналов. То есть, если я сделаю здесь минус 20 децибел, то очень полезная фича, я рекомендую. Track, mute, fade это то, как быстро мьютируется канал, когда вы жмете на mute. На самом деле, он мьютируется в данном случае не моментально, а происходит 5-миллисекундный fade. Давайте мы сделаем максимальную настройку 100 миллисекунд и поглядим, как будет мьютироваться этот самый наш вокал. Как мы слышали, было очень немоментальное мютирование, но я оставлю свои 5 миллисекунд. Так, дальше такая двойная настройка. Automatically mute master track when volume exceeds плюс 4 децибела. Речь идет о том, что если громкость, выходящая суммарно с мастер-канала, превысит 0 на 4 децибела, то произойдет мютирование. Вот, смотрите, здесь у нас мастер-канал. Я возьму, подниму барабаны на 9 децибел и сейчас, как только они вступят, вот, у меня все затихло, мастер замьютировался, потому что произошел плюс 5 децибел. Это очень полезная вещь, чтобы уберечь свои уши и оборудование. Вот, и здесь можно немножко изменить настройку, что выключить автоматическое мютирование и включить эту функцию не только на мастере, а вообще на любом канале. Еще эта штука неплохо дисциплинирует тех, кто любит работать с вечно пикующим мастером. Так, и вот эта галка к этому же относится reset and playback start. То есть, если она стоит, то после автоматического мютирования мастера, когда вы нажмете снова на play, он размутируется, предположив, что вы проблему устранили. Мастер нужно будет вручную. Так, дальше настройка псевдонимов входов и выходов аудиоинтерфейса. Сюда нажимаем. Вот так вот аудиоинтерфейс у меня сообщает системе название своих входов, а так я их переименовал чуть покороче. И, соответственно, когда я выбираю вход для какого-то канала, вот у меня здесь псевдонимы, которые мне удобны. И то же самое можно повернуть вот здесь вот с выходами. И дальше галка, которая позволяет отображение нестандартных стереопар. Смотрите, что это значит. Сейчас, если я выбираю стерео вход, у меня есть первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. То есть они идут четными парами. А если вот эту галку я ставлю, то у меня появятся все промежуточные варианты. Вот это вот два, три, вот это вот четыре, пять и так далее. Вот, если у вас как-то все так подключено нечетно к аудиоинтерфейсу, вы можете, тем не менее, записывать в стерео. И последняя здесь настройка — это куда идет метроном. То есть по дефолту он идет туда же, куда и мастер проекта, но вы можете отправить его на какой-то конкретный выход аудиоинтерфейса, допустим, который идет у вас в какой-нибудь наушниковый преамп, который раздает клик тем или другим. Итак, дальше вкладочка «Девайс». Здесь от меня мало пользы, потому что у меня, видите, как видите, она полупустая и на маке, и у меня тут ничего не работает нормально, потому что у меня хакинтош, и карта подключена по тандерболту, система очень странно ее видит, и ничего не работает, но, в общем, здесь мы выбираем аудиоинтерфейс, здесь запрашиваем у него конкретно 44, это 44 кГц, и здесь буфер, запрашиваем аудиоинтерфейса 512, это кидает нас в настройки звуковой карты, которых у меня полная тишина и ничего настроить нельзя. Вот, но смотрите, вот так выглядит эта штука на винде, то есть если у вас аудиоинтерфейс, какой-то полупрофессиональный хотя бы, да, вы поставили к нему дрова, то максимально вероятно, что вам нужно выбрать протокол ASIO, и здесь среди списка драйверов вы выберете дрова своей карты. Вот эта галка активирует входы с первого по последний, как вы укажете, то есть если у вас 10 входов на аудиокарте, вы можете поставить первый как первый, последний как четвертый, и у вас будут видны только с первого по четвертый входы. То же самое с выходами. Вот это запрос сэмплрейта и запрос буфера, то же самое. Это штука кинет вас в контрольную панель вашей звуковой карты, если таковая есть. Вот это не знаю, написано, что это какие-то особенные настройки буфера, которые могут быть полезны с некоторыми устройствами и в скобках пометка, что сильнее нагружает процессор. То есть если у вас что-то странное, я не знаю, происходит со звуковой карты, попробуйте нажать эту галку и посмотреть, что будет. И это тоже из этой серии. Игнорировать какие-то ASIO сообщения в скобках пометка необходимо для некоторых кривых драйверов. Вот. Audio Threat Priority это, насколько я понимаю, в винде, да, у каждого процесса есть приоритет того, насколько быстрый и насколько жирный кусок процессора ему достается. Да, то есть здесь можно поковыряться, чтобы изменить эти приоритеты. И эта галка, насколько я понимаю, означает, что если у вас в аудиоинтерфейсе стоит 48 кГц и вы открываете проект, в котором 44 кГц, то этот проект скажет, я здесь хозяин, ну-ка давай 44. Будет главенствовать над настройками в контрольной панели звуковой карты. Так, возвращаемся в мой Reaper. Здесь на Mac есть вот эта еще галочка. Allow users different input output device. Бла-бла-бла. Это означает, что я могу назначить разные звуковые карты на вход и на выход. Я, кстати, пару раз пользовался, как раз для скринкастов очень пригодилось. Написано, что это устаревшая функция, не рекомендуется использование, и они советуют создавать агрегатное устройство на Mac. Я не понимаю, как это делается, но как-то можно создать некое виртуальное устройство, использующее сразу несколько ваших звуковых карт. Дальше пошли. MIDI-устройства. Здесь у нас MIDI-входы. То есть вот здесь список всех устройств, которые у меня есть в системе, которые видит Reaper в качестве тех, которые присылают в него входящий MIDI-сигнал. То есть наименование устройства и режим его работы. Допустить вход и допустить вход контрольных сообщений, то есть крутилки на MIDI-устройствах всякие. И конфигурация. Здесь опять же псевдоним и те же самые две галки. То есть вот, как видим, у меня какой-то второй порт с моей MIDI-клавиатуры здесь disabled. То есть ни одна галка не стоит, он не работает. То же самое на Output, то есть MIDI-устройства, которые принимают от Reaper сообщения. У меня вот здесь возможность есть тоже отправлять сообщения в мою MIDI-клавиатуру и это дело выключено. Вот здесь немного больше галок. Есть Отправлять Клок. Это для синхронизации MIDI-устройств нужно. Если вы не знаете, что это такое, то как крепче спите от этого. Это не знаю. Low Latency Output Mode. Это режим для работы с низкой задержкой, но с меньшей точностью, что бы это ни значило. Сброс всех MIDI-устройств и внизу видим пометку, что закрывает и переоткрывает все MIDI-устройства и заново сканирует систему в поиске новых, если это возможно. Дальше настройки MIDI-ресета. То есть, когда вы жмете на Play-Stop, какие будут MIDI-сообщения отправляться? То есть, это снять все ноты, это сбросить все настройки питча и сустейна, то есть педали, а эти двигалки означают, в каких условиях этот ресет будет отправляться. То есть, только при нажатии Play или еще при остановке или перемещении курсора во время остановки. Вы можете поэкспериментировать с этими галками, если у вас зависает педаль при остановке или какие-то ноты тянутся лишние. Есть смысл здесь порыться. Поехали дальше. Буферы. Автоматически определять количество ваших виртуальных ядер, которые производят вычисления. Извините, если я здесь что-то не совсем правильно объясняю и в компах не сильно шарю. Если мы снимаем эту галку, то мы вручную можем сказать, сколько у нас в компе ядер всего или сколько мы готовы ему отдать. Приоритеты. Здесь рекомендуется наивысочайший, но не тайм-критикал. Я, ребята, в это не вникал и не хочу. Поведение автоматическое от спокойного до очень агрессивного. Не знаю, что это такое. Мне все устраивает как есть. Дальше настройки медиабуфера. То есть настройки того, как Reaper использует оперативную память процессор, чтобы не дожидаться в реальном времени ответа от жесткого диска, на котором у нас расположено то, что ему нужно. То есть сейчас стоит 1200 миллисекунд, то есть чуть больше одной секунды буфер заполняется и делает работу чуть более стабильной. И вот эти проценты означают, насколько должен заполниться этот буфер, прежде чем воспроизведение начнется. То есть если я здесь сделаю меньший процент, чем 100%, то он, допустим, 600 миллисекунд загрузит, уже пойдет воспроизведение, остальное будет догружать в процессе. Соответственно меньший процент здесь с одной стороны нивелирует работу буферизации, с другой стороны делает работу более быстрой. Это рекомендованная галка выключить всю эту буферизацию на тех каналах, которые в данный момент открыты в миди-редакторе. То есть если вы сейчас в реальном времени записываете или редактируете видео на этом канале, то там все в реальном времени никакого буфера нет. А эта галка выключит буферизацию вообще для любого выделенного канала. Соответственно вы больше нагружаете свой процессор, но быстрее какие-то вещи происходят. Это размер буфера для тех тейков, то есть дубли конкретного айтема, чьи эффекты сейчас у вас открыты 200 миллисекунд. То есть если что это относится не к обработкам на канале, а к обработкам внутри конкретного тейка. Я вот могу войти и конкретно вот этот тейк этого айтема эквализовать. Давайте я так вот покажу. Вот видите у меня здесь луп, если я включу режим отображения тейков, то вот у меня здесь два тейка. На первом из них горит кнопочка FX, то есть на нем есть обработка эквалайзер и лимитер. Потом я это зарендерил вот в этот файл. Ну если что, могу вернуться. И соответственно эта настройка изменяет буфер в тот момент, когда я открыл и редактирую что-то на этих плагинах. Дальше Recipe FX Processing. Эта штука есть в любой современной Digital Audio Workstation. покуда у процессора есть свободные силенки, он заранее просчитывает работу каких-то плагинов как хороший шахматист и позволяет вам работать при низких задержках с меньшим буфером и с более высоким сэмпл рейтом. И в скобочках пометка, что эта функция может быть несовместима с некоторыми плагинами и в скобках UAD. Речь здесь идет, насколько я понимаю, о плагинах и платах UAD первого поколения, которые встречаются сейчас уже довольно редко. И вот настройка, собственно, того, как велик этот буфер при просчитывании 200 миллисекунд дефолтное значение, если вы это значение увеличиваете, то риперу становится проще использовать ресурсы и все это начинает работать лучше, но плохо то, что вы перестанете в реальном времени слышать то, что вы в своих плагинах крутите. То есть 200 миллисекунд это 1 пятая секунды как бы не принципиально для человеческого уха услышать то, что ты крутанул через 1 пятую секунду, а для рипера это возможность работать гораздо лучше. Вот с этим вы можете поэкспериментировать. Эта галка означает, что при просчитывании будет происходить даже на каналах, где нет никакой обработки, просто он будет уже заранее там что-то суммировать на этих каналах. Пометка к этой настройке такая, что она также помогает риперу лучше работать при низких задержках, но использует больше ресурсов процессора. Вот. А эта галка включит при просчитывании даже на каналах, где открыт MIDI-редактор, что еще больше разгрузит систему, но и слышит ноту, которую вы там себе сыграли на этом канале, вы будете тоже через одну пятую секунду. И для исполнения музыки такая задержка, конечно, неприемлема. Только разве что пэды можно играть, наверное, с такой задержкой. Этой галкой я никогда не пользовался. Она позволяет мультипроцессорную обработку входящего сигнала, который мониторится в реальном времени, что ухудшает работу рипера при низких задержках. Не до конца понимаю я, что это и зачем нужно, но если вам это нужно, вы наверняка это уже почувствовали. И здесь количество ядер или псевдоядер, которые для этого используются. Дальше галка не до конца мне понятная. Означает она включить использование каких-то алгоритмов приоритизации процессов, которые были в рипере четвертой версии. Что по идее, как здесь написано, будет менее эргономично использовать процессор, но в какой-то ситуации может оказаться преимущество. Может быть, если вы обновились с четвертого рипера на пятый, и у вас стало работать хуже, попробуйте эту галку нажать, может быть, все вернется в то, как было. Дальше нечто, что называется использовать нативные сообщения системы для синхронизации, и это рекомендуется для новых компьютеров с процессорами Intel. Но как давно эта галка появилась? Может быть, она появилась 8 лет назад, и тогда они были новыми, не знаю. Дальше продвинутые настройки input-output. Я на это окно смотрю, как на налоговую декларацию. Ребят, вообще плохо понимаю, о чем речь. Сорян. Но максимально вероятно, что вам не надо даже сюда лезть. Так, дальше вкладка playback. Эти две галки, которые меняют, что происходит, когда курсор доходит до конца проекта. Сейчас, когда у меня доходит он до конца проекта, он едет дальше, а если эту галку поставим, то, дойдя до конца, он прыгнет в самое начало. Вот. Что означает эта галка? Когда мы останавливаем воспроизведение в Reaper, то у нас по дефолту курсор прыгает в начало, туда, где он был до начала воспроизведения. Если эта точка находится не там, куда уехало в процессе воспроизведения окно, то эта галка заставит окно прыгнуть обратно. Вот смотрите, я увеличу масштаб, вот у меня 64-й такт. Поехали. Жму на стоп, все вернулось обратно. Если бы этой галки не стояло, то play. Жму стоп, курсор прыгнул в начало, а окно за ним не пошло. Вот такая супер важная функция. Эта галка выключает автоскролл, то есть преследование проектом курсора, если вы работаете в других частях проекта. То есть вот экран идет за курсором, но если я тут начинаю чего-то ворочать, искать, то автоскролл выключается. Дальше галка, которая при работе с зацикленными областями каждый раз при закольцовывании очищает буфер плагина. Что здесь про это написано? Что это хорошо для автотюна и других подобных ему плагинов, но плохо для виртуальных инструментов. Дальше галка, которая означает, что даже когда воспроизведение не остановлено, плагины работают. И в скобках пометка, что это хорошо для некоторых виртуальных инструментов, которые в противном случае дают на себе поиграть и позвучать только во время воспроизведения. Я, правда, с этим не сталкивался. Дальше. Эта галка при остановке воспроизведения сразу же очищает буферы плагинов. То есть, смотрите, если я ее выключаю и как только я нажму на стоп, я продолжу слышать хвосты реверов. Вот. Если эту галку я поставлю, то при остановке сразу все подумает. А если вот эта галка у нас, предыдущая, не стоит, то мы можем выставить, сколько миллисекунд будет у нас после остановки плагин все еще работать и до того, как ему буфер почистят. То есть, в данном случае 4000 миллисекунд. 4 секунды мы будем слышать хвосты ревербераторов. Это одна из тех функций, которые я периодически меняю в зависимости от того, чем я на данный момент в сведении или в аранжировке занимаюсь. Эта галка означает, что как только вы на MIDI-канале выключаете запись, на него поравляется MIDI-сообщение о снятии всех звучащих нот. Это кажется штукой бесполезной, но на самом деле очень важная, которой мне когда-то очень не хватало в Cubase. То есть, я играл через Cubase с живьем клавишными звуками, и вот тяну я на одном звуке пэд, и пока я его тяну, я переключаюсь на следующий звук, на другом канале включаю запись. И, к сожалению, этот пэд остается висеть, потому что на него не пришло MIDI-сообщение о снятии ноты. А вот эта галка позволит эту проблему разрешить. То есть, я моментально переключусь на какую-нибудь пианину, и ноты пэда снимутся и дозвучат со своим нормальным релизом. Дальше галки. В какой момент сбрасывается значение питча в MIDI, то есть, колесико на MIDI-клаве, которое делает звук выше-ниже. При начале воспроизведения, при остановке воспроизведения и при зацикливании. Дальше настройки скраба и джога. Честно говоря, я не помню, чем скраб от джога отличается. Немножко вперед забегу. Вот здесь маус-модифайеры, range view, middle drag. Здесь вот есть скраб и джог. Мы потом, когда до сюда дойдем, я подробнее расскажу. Но, в общем и целом, это вот эта вот история. И первая галка означает, что если какой-то канал выделен, то при скрабе и джоге только он будет слышен. То есть, смотрите, так я слышу весь микс. А если канал у меня какой-то выделен, то я слышу только его. Дальше галки, которые ограничивают скорость джога и скраба так, чтобы она была не выше, чем скорость реального воспроизведения. То есть, если я ее снимаю, то я могу делать так. А если она стоит, то будет не быстрее, чем реальная скорость этого аудио. Эта галка означает, что ограничение скорости джога будет действовать только когда вы находитесь рядом с курсором. Не знаю, что это значит. Эта галка означает, что джог будет более отзывчивым. Я попробовал, разницы не почувствовал. Эта галка воздействует на совместимость скраба и джога с реальным воспроизведением. То есть, если эта галка не стоит, то во время воспроизведения скрабать и джогать нельзя. Если она стоит, то можно посреди воспроизведения начать скрабать-джогать. Дальше настройка того, какой буфер использует скраб и джог, когда работают в режиме гранулярного зацикливания какого-то фрагмента, то есть вот этого. Разница в чём? Давайте я возьму вокал. На вокале будет понятно, в чём разница. То есть, стандартный скраб и джог делают так. А режим зацикленного сегмента делает так. Это подобно тому, как в мелодайне. То есть, для того, чтобы мы продолжали слышать реальную высоту этого звука, он берёт какой-то маленький кусочек, в данном случае от 0 до 88 мс, и постоянно его туда-обратно гоняет, и мы как бы слышим. Иногда, когда я тюню прямо отсюда в риппере, включив вот эту вот замечательную штучку, которую вы могли видеть в других моих видео, то я так и слушаю. Примерно можно понять с погрешностью в 88 мс, где начинается фальш. Здесь можно регулировать чувствительность скраба и джога, если вы делаете их с помощью какого-то контроллера. То есть, вот смотрите, в экшенах у нас есть такая вещь, как скраб и джог в режиме MIDI, и сюда можно назначить какой-то ваш внешний контроллер, крутилочку или фейдер, которому вы будете контролировать скраб и джог, и здесь выставить коэффициент. Это настройка, здесь можно выбрать скраб или не скраб, это когда вы двигаете курсор при помощи какого-то контроллера или при помощи какого-то экшена, он будет вот так вот просто двигать курсор, а так он будет скрабить. Дальше. Seeking. Эти галки означают нажатие в какие области рипер будет воспринимать как команду «Играем отсюда». Top Ruler – это линейка у нас наверху. То есть, когда идет воспроизведение, и я нажму на эту линейку в какой-то точке, то оттуда пошло воспроизведение. Это пустая область любого трека, и это пустая область под треками. То есть, вот эта вот область ниже всего. Вот эти две галки занимаются тем же самым, только относительно создания Time Selection, точнее Loop Point. Но у меня они зациклены. То есть, у нас есть, если вы знаете, Time Selection, а есть вот эти Loop Point. И их можно разделить. То есть, выделена будет одна область, а зациклена будет область другая. Это бывает нужно для всяких, для овердабинга, для каких-то задач, короче, знаете, что это есть. Так вот, вот эта галка означает, что во время воспроизведения, если я создам Loop Point, то автоматически туда прыгает воспроизведение. А вот эта настройка сделает так, что работать это будет только, если включен Repeat. То есть, вот он выключен. Запускаем воспроизведение. Воздаем Time Selection, воспроизведение не пошло. Если оно включено, то он прыгает воспроизводить наши новые Loop Point. Эта штука означает, что воспроизведение будет прыгать туда, где вы произвели какое-то изменение. То есть, смотрите. То есть, с прероллом в тысячу миллисекунд воспроизведение прыгает туда, где я что-то поменял. Очень удобно, да, если вы сто раз прослушиваете какое-то маленькое изменение. Вот, то есть, вы можете эту кнопку Seek Playback on Item, да, давайте мы введем это в поиски Action. Seek Playback Item. Вот она, эта настройка. То есть, вы можете вынести ее себе на какую-нибудь кнопку и быстро менять настройку. И когда у вас начинается по 50 раз прослушивание какого-то маленького фрагмента, который вы меняете, эту настройку включаете. Так, убираем отсюда. Эта галка означает, что если Time Base вашего проекта на Beats, а не на Time, то при изменении темпа, в том числе при помощи тэпа, курсор останется там, где он был с точки зрения сетки. То есть, вы воспроизводите курсор у вас на 60-м такте, вдруг вы увеличиваете темп проекта в два раза, и с этой галкой он останется на 64-м такте только уже по новому времени, да. А без этой галки он прыгнет на 120-й такт, соответственно. Если вам интересны все эти заморочки с реперовским временем, у меня есть про него видео отдельное. Правда, длинное и не монтированное, я тогда еще не заморачивался. Но там масса полезной информации, потому что время в Reaper'е устроено довольно хитро, и многое с ним можно сделать, но из-за этого очень много всяких настроек. Вот это для более плавного перескока курсора, то есть, если мы это дело включаем, и здесь у нас стоит один такт, то когда мы велим Reaper'у прыгнуть в другое место воспроизводить, он все-таки доиграет один такт. Вот, щелчок при этом пропадает, и это не так путает вас ритмически и так далее. Вот, и количество этих доигрываемых тактов здесь можно увеличить. Либо сделать так, чтобы проект доиграл до следующего маркера или конца региона, или старта следующего региона, прежде чем прыгнуть туда, откуда вы хотите дальше слышать воспроизведение. Так, настройки записи. Эта галка означает, что если автоскролл у вас вообще включен, то он уже будет во время записи происходить. То есть, как только записываемый контент вышел за пределы экрана, экран прыгает за ним. Эта галка включает отображение превью волны, которую вы записываете уже во время записи. То есть, когда вы пишете что-то, то уже в процессе вы видите не очень хорошего качества, но все-таки приблизительную волну того аудиосигнала, который записываете. И уже после остановки он будет переведен в нормальное разрешение. Эта настройка стоит 3 Гц, что-то меняет в связи с тем, как отображаются эти превьюшные пики, я не вникал. Эти три кнопки означают, в какой момент реально Reaper создает пики для нового аудио. Так, он создает их на лету, и это рекомендуемая настройка. Так, он только создает их, когда вы остановите запись. И так, он вообще не будет их сам создавать, пока вы ему не скажете. Потому что есть такой экшен, Build Picks. То есть, если у вас какие-то проблемы, пропала какая-то волна, поищите здесь. Перерисовать пики для выделенного айтема, перерисовать все пики и перерисовать все недостающие пики в проекте. Вот эта галка означает всегда показывать все крутилки на том канале, на котором включена запись. И вот у меня на этом канале, допустим, не видно ничего, но как только я нажму запись, появятся все недостающие элементы. Вот эта вот штука, которая по дефолту в Reaper включена, и которая меня просто выбешивала, и так долго я искал ее. То есть, когда эти галки не стоят, то Reaper ведет себя, как все нормальные ребята. Как только во время записи вы жмете на стоп, все, что записано, сохранилось и остается. А эта галка означает, что после окончания записи Reaper покажет вам список всех записанных файлов и спросит, какие из них вы хотите сохранить, какие удалить. И это точно такая же галка, связанная с записью в режиме панча. Эта галка означает, что если записываемый вами аудиофайл превысил гигабайт, то автоматически он разделится и начнется запись нового файла, и они здесь обещают в скобках gaplessly, что провала никакого не будет, что новый файл начнет записываться чуть раньше, и вы не потеряете, и никакого щелчка у вас не произойдет. Эта галка означает, что если вы записываете очень много каналов, и вот в какой-то момент все записанные аудиофайлы дошли до размера гигабайта, то он не моментально оборвет их и начнет записывать новые, а разбросает эти точки разрывов, как в грамотном хоре, где одни набирают воздух, другие тянут и потом наоборот. Эта галка не позволит вам начать запись, если ни один канал не активирован на запись. То есть вот сейчас я пытаюсь нажать на запись, он мне пишет, типа, дружище, ты чего? Ни один канал у тебя не включен на запись. И здесь я могу нажать вот эту галку ему, что больше не надо мне об этом говорить, и он перестанет меня об этом предупреждать, пока я снова не включу, не выключу эту функцию. Дальше, как они будут называться в системе сами аудиофайлы, которые создаются во время записи. И здесь эти наименования состоят из wildcard, да, то есть каких-то умных маркеров. То есть когда стоит wildcard track, то создаваемый аудиофайл будет называться так же, как трек, на котором он записывается. И вот он к примеру мне показывает, что файл будет называться равно backs. Он это делает по первому каналу в моем проекте, который называется равно backs. То есть вы записываете сюда. Первый аудио называется равно backs.wav. Следующий аудиофайл будет называться равно backs2.wav и так далее. И здесь можно сделать чуть более замороченно. Номер трека, родительский трек, проект, год, месяц, день, час, минута, вероисповедание, отношение к курению, размер груди и так далее. Эта галка означает, что перед началом записи Reaper проверит, есть ли достаточное место для записи. И если оно меньше, чем выставленный здесь вот гигабайт, то он вас об этом предупредит. Типа, дружище, есть вероятность, что ничего не получится. Эта галка означает показывать в строке меню свободное место на диске и место, куда записываются аудиофайлы. Дайте вспомним, где это. Вот. Здесь вот у меня написано volumes, котел, та-та-та, куда и свободное место 450 гигабайт. Если эти галки я выключаю, то у меня здесь почище. Только sample rate, буфер и задержка. Вот эта очень важная штука, которая появилась в Reaper совсем недавно, она означает, что как только нажата кнопка записи, то даже во время преролла Reaper уже записывает. То есть, если эту галку я выключаю, ну вот на этот канал я что-то записываю, то вот у меня есть полтакта преролл, и запись пошла с вот этой точки. И если я пытаюсь провернуть назад, то, как мы видим, здесь файл надрывается, да? То есть, реально во время преролла ничего не записалось. А если эта галка стояла, то жмем запись, и мы можем промотать туда-обратно, и файл прервется только на вот этой точке. Это бывает очень полезно, когда при записи сглатываются какие-то ноты, или человек что-то такое там сделал интересное немного заранее. Очень клевая штука, которую на форуме просили у Джастина очень много лет. Вот это хитрая настройка, которая нужна тогда, когда ваш аудиоинтерфейс некорректно сообщает Reaper'у задержку. И вы, предположим, играете ровно, а в итоге аудио располагается на 5 или 30 миллисекунд позже, раньше. И вы можете опытным путем, с помощью баун-рендеров всяких и вычислений, понять, какой длинный этот косяк. И здесь вот его откорректировать в миллисекундах и вплоть до сэмпла. Это то, что я давно хочу сделать, но все никак не соберусь, потому что есть у меня подозрение, что есть небольшой сдвиг у меня. Дальше. Loop Recording. Так, Loop Recording, если вы не знаете, это вот так. Он зацикливает, все время пишет это же самое место, и мы получаем разные дубли. И вот эта галка как раз сделала так, что самый первый дубль, который был не полной длины, он был меньше, чем вот эти 60% длины. И Reaper удалил его, поскольку я записал один или более полных дублей. Надеюсь, я не сильно вас запутал, но это не такая уж и важная вещь. Эта галка как-то связана с тем, как выглядят MIDI-айтемы, которые создаются. Это чисто какая-то внешняя фигня, подобно предыдущей галке, я не вникаю. Дальше галочка, которая означает, что когда вы записываете в режиме loop, дальше галки связаны с тем, как записываются файлы в режиме loop. Вот это вот, когда она стоит, то для каждого цикла создается отдельный файл, а когда она не стоит, то все эти циклы – это один длинный файл, который просто порублен на тейке. И вот эти две галки очень важны для тех, кто хочет использовать Reaper как looper. То есть вот так все записанные вами в режиме цикла тейки появятся в проекте только когда запись окончена. А вот так вот вы записываете, и каждый цикл уже воспроизводится при повторе. То есть вы можете делать вот эти штуки с наслоением. Сыграли один дубль, он сразу же зацикливается, продолжает звучать, вы играете, записываете другой дубль и так далее. И настройки рендера. Здесь можно вручную ввести, сколько сэмплов в буфере будет во время рендеринга, но когда здесь ничего не введено, то все это работает в режиме авто, и этот режим рекомендуется, и я бы сюда лез, только если у вас какие-то проблемы с рендером, предположим. Вот эта штука позволяет предпросчитывание, которое у нас уже было во вкладке буферов, он допускает это предпросчитывание во время рендера, что, я так понимаю, отчасти и делает рендеринг в рипере таким быстрым. Но, если вдруг там что-то пошло не так, и эта скорость вышла боком, во время рендера какие-то ошибки происходят, у меня, например, плагины Universal Audio иногда вылетают, не справляются, видимо, то эту штуку можно выключить, и тогда рендер будет чуть медленнее, но, возможно, чуть стабильнее. Вот эта галка ограничит склеивание аудио-айтемов и рендер к реальному времени, что может быть критично для каких-то плагинов, которые со скоростью быстрее, чем реальное время, работают некорректно. Вот эта галка означает, что когда вы в режиме рендера стемов, то есть вот здесь вот мы ставим рендер только выделенных каналов, да, кому-то мультитрек отдать или типа того, то, тем не менее, вычисления будут происходить на всех каналах, и в скобках помечено, что это может быть необходимо некоторым плагинам, связанным с реальными железными устройствами. Это настройка того, какой длины будет хвост после окончания рендера или замораживания треков, то есть здесь стоит 1000 миллисекунд, 1 секунда, то есть чтобы не отрезать вдруг какой-нибудь хвост ревера или повторения, то здесь можно выставить сколько угодно. Вот эти две галки означают, будет ли вот эта настройка хвоста работать в режиме рендера стемов всего проекта через экшен или рендера стемов в тайм-селекшене через экшен, да, то есть, грубо говоря, мы рендерим стемы вот этих двух тактов, выделенных тайм-селекшеном, и у них появится еще хвост 1 секунда. Эта настройка влияет на то, как фризится, замораживаются каналы, то есть по дефолту, когда эта галка не стоит, если у вас на канале есть один такт в начале и один такт в конце проекта, то они зафризятся отдельно, произойдет это дело быстрее. Если вы сделаете так, то зафризится весь канал целиком, не знаю, на всякий случай или, опять же, чтобы избежать каких-то косяков. И эта галка означает, что вот эти настройки хвоста также будут действовать и на фриз. Итак, следующая остановка, appearance, то бишь внешность, как выглядит у нас все в рипере. Первое, что мы видим, это tooltip delay, это то, с какой задержкой появляются вот эти подсказки. Я навожу на какие-то элементы, и мне дают подсказку. Если я сделаю этот показатель больше, то это будет происходить позже. Вот этими галками мы убираем разные виды подсказок. Вот эта галка отвечает за подсказки элементов пользовательства из интерфейса, то есть вот кнопки всякие, на них я навожу, и уже нет подсказок. Затем, у нас есть подсказки, которые всплывают, когда мы наводим на огибающие автоматизации, они выключаются вот здесь, раз, и нет никаких подсказок. Подсказки для айтемов и огибающих тоже, честно говоря. А я не знаю, что это за подсказки, ну разберетесь. Play cursor width. Это у нас ширина курсора воспроизведения. Вот у нас идет вот этот курсор такой ширины. Если я сделаю сейчас 10 пикселей, вы увидите, что он стал широким. Затем, minimum pixels between ruler text labels. Это лечь идет о вот этом рулере, о линейке, то бишь. Максимальное расстояние между разными метками. То есть, как мы видим, если я приближаю, у меня каждый и так пишут время, если я отдаляю, то все реже и реже сохраняется между ближайшими метками какое-то расстояние. Если я сделаю вот здесь, допустим, 5 пикселей, то у меня чаще появляются. Появляются настолько часто, насколько они сами по себе влезают. Затем, faster text rendering. В описании написано. Позволяет Reaper пререндерить текст, благодаря чему маленькие шрифты получаются менее мягкими, но на это уходит меньше ресурсов. Вот сейчас обратим внимание на вот эти вот шрифты. Я убираю эту галку. Ну и что-то с ними произошло. Не знаю, мне плевать. Show last undo point in menu bar. Вот эта штука, по-моему, на винде где-то здесь появляется последнее действие, совершенное, куда нажимаешь и попадаешь в undo history, вот в это окно. Но почему-то я не вижу, где у меня эта штука. Может быть, на маке этого нет, или я где-то ее украл. Ну, в общем, это связано с этим. Затем галка show guidelines when editing. Смотрите, когда я передвигаю какой-либо айтем, у меня по его краям появляются вертикальные полоски, которые позволяют мне передвигать его и как-то синхронизировать с другими айтемами. В общем, это удобно. Если я убираю эту галку, то этих подсказок нет. Solid edge on time selection highlight. То есть четкие края при выделении time selection. Вот я выделяю time selection, у меня белые стены у него есть. Если я это дело убираю, то они пропадают. Затем solid edge on loop selection. Это то же самое, только связано с лупом. Сейчас он у меня связан с time selection. Сейчас я их разъединю. Смотрите, вот я увожу луп. Если я сделаю края у него, то появляются края и у него. Но я, честно говоря, лупом пользуюсь отдельно от time selection, это совершенно крайне редко. Вот эти две галки, don't scale toolbar buttons below один к одному и above один к одному, речь идет о тулбарах плавающих, например, как этот. И здесь вот эти кнопки. Когда я масштабирую его, размер кнопок самих изображений не меняется, они только передислоцируются. Если я убираю эту галку, то они могут уменьшаться меньше, чем свой натуральный размер. Если я снимаю эту галку, они могут увеличиваться. Но для этого они должны быть хорошего разрешения сами, чтобы они не выглядели стрёмно. Так, вернуть, как все было у меня аккуратненько. Оп, да и не нужен ты мне. Frameless Floating Toolbar Windows. Не уверен, кстати, что это есть на винде, но, по-моему, есть. А вот этот плавающий тулбар, у него нету, как в файловой системе, бордюра. Вот, если я выключаю эту галку, то появляется вот это название. Ну, так, естественно, он как-то аккуратнее и меньше места занимает. Это галка Draw Vertical Text Button Up. Речь идёт о том, что если где-то появляется вертикальный текст, то он пишется не сверху вниз, а снизу вверх. Но я, честно говоря, не помню, где я в Reaper встречал вертикальный текст. Затем, Pixels Between Items and Adjacent Tracks. Речь идёт о том, какое количество пикселей между айтеми на прилегающих треках. Вот видим два трека рядом, на них айтемы, и между ними есть зазор для какого-то визуального удобства. Если я делаю здесь 0, то они идут впритык. Если я сделаю здесь 15, то это вот так вот. То есть это расстояние в пикселях, оно независимо от масштаба идёт. Maximum number of lanes when showing overlapping items in lanes. Это то, как много лейнов, линий разных айтемов мы можем видеть, когда мы находимся в режиме вот этом вот. Options. Show overlapping many items in lanes. У меня это Command L. Здесь вот мы видим. Там, где айтемы пересекают, сейчас я буду его копировать, вот этот. И вот, когда ему масштаб в целом позволяет, он будет показывать 16 айтемов. Если мы ограничиваем его четырьмя, то мы видим, что они начинают наслаиваться после четырёх. Это галка Anti-Alized Fade and Engelopes. Здесь идёт, допустим, о фейдах. Смотрите, если я снимаю, то он немножко станет иначе выглядеть. Какой-то более стрёмный. И когда это включено, смягчение, то, в общем, они пишут, что No Meaningful Performance Penalty. То есть, особо-то на производительность не влияет. Горизонтальные грид-лайны в лейнах автоматизации. То есть, вот здесь у нас отдельный лейн для автоматизации. И, как мы видим, помимо обычного нашего грида вертикального есть горизонтальные линии. Ровно посередине и 25% в 50-75-100. Просто для удобства. Если мы снимаем эту галку, то они пропадают. Затем Field Automation Envelopes. Заполненные и огибающие. То есть, вот как мы видим, здесь она немножечко у меня заполнена оранжевым цветом. Если я это снимаю, то это уходит. Ну, так как-то мне менее удобно. Это огибающая панорама. То есть, у неё центром является середина. Если мы возьмём и включим огибающую громкости, то мы видим, что она заполнена до самого своего низа, потому что у неё нет такого. То есть, она движется не влево-вправо, а от нуля и доверху. Вот эта галка – Field Envelopes when drawn over media. То есть, смотрите, если я эту огибающую переведу на канал на сам, то здесь нет этого заполнения. И если я включу, то будет оно присутствовать в заполнении. Для чего ещё это может быть удобно? Смотрите. Если я и вот эту панораму тоже перекину наверх, то благодаря вот этому зелёному заполнению я лучше вижу разделение, где у меня область громкости, где у меня область панорамы. Потому что если я выключу это хозяйство, то она как-то, ну, огибающая громкость висит непонятно где относительно панорамы. Но, с другой стороны, оно, конечно, смотреть мешает. Вот я просто, как правило, на самом канале не пользуюсь больше, чем одной огибающей. Дальше настройки того, как выглядит сетка, grid. Сейчас, как мы видим, когда линия гриды заходит на item, то она видна сквозь тело айтема, но через волну не видна. То есть, она как бы проходит насквозь. То есть, если мы делаем over items, то она будет поверх волны. Если мы делаем under items, то она вообще не будет заходить на item. Вот этим show dotted grid lines, то есть точечные линии гриды. Если присмотреться, то она не сплошная, она из точек. Если мы выключаем эту настройку, она становится более чёткая. Что, в общем, отчасти удобно, с другой стороны, мне не нравится, что очень уж много чётких полосок на экране. Дальше те же самые три настройки по поводу линий маркеров. То есть, мы создадим маркер. У него есть своя линия, и она точно так же проходит под волной сквозь айтем. Может быть, это имеет смысл сделать over items. То же самое будет происходить с регионами. Вот я сделал регион, и он проходит над айтемом. Затем media. DisplayMereItemTakeName. Речь идёт о вот этом имени в углу. Если мы галку эту снимаем, то нету имени. Но когда эта функция включена, то есть ещё один этап контроля. Это в экшенах. Есть такой экшен. ToggleShowHideItemLabels. CallWayCle. Я его себе даже вынес зачем-то сюда на кнопку. Затем галка DisplayMereItemPitchPlayRateIfSet. То есть, если я изменю play rate вот этого айтема, скорость, с которой он воспроизводится, то у меня есть здесь упоминание. Если play rate равен ровной единице, то ничего нет. Точно так же сейчас ничего не написано про питч этого айтема. А если я потяну и изменю питч, то у меня будет здесь как бы уведомление. Очень полезная вещь. DisplayMereItemGainIfSet. Если я что-то изменю с гейном айтема, то вот, он у меня пишет, что гейн айтема плюс 0,2 децибела. Но это для меня функция избыточная. Вот эта галка будет означать, что имя айтема будет писаться не на нём, а на дополнительном пространстве над ним. То есть, вот мы ставим, оп, айтемы отодвинулись, имена появились отдельно. JoeLaborOverSolidBackground. То есть, сейчас она включена. И вот обратите внимание на это имя. Если я выключаю галку, то у неё пропал такой своеобразный фон, она стала чуть хуже читаема. Я возвращаю. У неё под цвет трека появляется небольшое основание. Дальше очень хорошая галка, которая как раз вот с этим связана. Видите, здесь пиано и стрелка влево. То есть, когда левого края айтема нету, где должно быть написано имя, то оно пишется там, где видно, с указанием, что это не начал айтема. Если мы убираем эту галку, то имена пропадают отсюда, они остаются только в начале айтема. Дальше прятать имена, если высота трека меньше, чем 28 пикселей. То есть, если мы сделаем, допустим, 100 пикселей, то уже вот на этом этапе имена пропали. Возвращаем, как было, 24. Имена остаются, пока мы ещё сильнее не уменьшим трек. О написании рейта и питча. То есть, сейчас я изменяю питч, мне пишут питч, минус, столько-то, столько-то. Если я сделаю ненормальный аббревиатуру, то у меня появляется просто P, и то же самое будет с плейрейтом. R, рейт, то есть. А если мы сделаем только цифры, то вот мы изменяем плейрейт, изменяем питч. Экономим пространство. Вот на эти штуки обратите внимание, потому что здесь у многих людей из меня могут быть разные предпочтения. Смотрите. Речь идёт о том, какие кнопки видны на айтеме. Вот, к примеру, locked. Значок и кнопка замка появятся, если айтем будут под замком. То есть, редакция над ним будет запрещена. Я этим не пользуюсь. Посмотрим. Toggle lock. Закрываем этот айтем, и у него появляется замок, который, с одной стороны, говорит о том, что айтем закрыт, с другой стороны, если я нажму, айтем разлочится, и замок исчезнет. А если я поставлю галку not locked, то замок всегда будет присутствовать, и он будет как включение и выключение блокировки. Затем muted. То есть, если я трек мьютирую, и здесь у меня галка будет стоять, то при мьютировании появляется буква M, она же размьютирует. Если я поставлю галку и not muted тоже, то у меня всегда есть кнопка размьютирования трека. Per take effects. Если я повешу на этот айтем эквалайзер, то у меня здесь появляется кнопка effects, которая бросает меня в цепочку этого айтема, и где я могу отредактировать это. Соответственно, если я с альтом кликаю сюда и убираю эти эффекты, и поставлю галку no effects, то кнопка effects всегда присутствует, и я могу, нажав на нее, зайти и добавить какой-то эффект туда. Об огибающих. То есть, когда огибающих нету, вот этой кнопки нет. Как только я экшеном добавляю огибающую громкости, то у меня же появляется и кнопка, которая пускает меня в настройки огибающих. Этого айтема панорама, mute, pitch, активность и видимость. И точно так же я могу поставить эту галку при отсутствии огибающих, и у меня всегда будет кнопка того, чтобы войти и включить тут что-то. Я предпочитаю это делать горячими клавишами, но каждому свое. Notes – это не ноты, это заметки. То есть, если мы добавляем заметку, то у нас здесь появляется значок, что присутствует заметка какая-то к этому дублю, и аналогичным образом могла стоять здесь галка постоянно, чтобы можно было зайти и что-то написать. И когда мы что-то напишем, то загорается зеленым цветом, и при наведении, как мы видим, у нас даже появляется подсказочка. То есть, если вы любитель тыкать мышкой, а не горячих клавиш, то вы можете сделать себе вот так, и у вас везде будет куча кнопок на айтемах, которыми вы можете включить автоматизацию, добавить эффект, добавить заметку, замьютировать, закрыть. Но я все это делаю горячими клавишами, люблю, когда порядочек. Затем item properties – это аналогичная история, здесь только здесь либо так, либо так. Либо она всегда видна, вот сюда я захожу, туда, куда я и так попадаю двойным кликом просто. И я предпочитаю эту настройку в таком режиме, что она загорается тогда, когда частота дискретизации, то есть sample rate item не совпадает с проектом. И тогда у меня есть напоминалочка, что этот item в реальном времени ресеплится, у него будет зеленая буква И такая. Здесь мы устанавливаем высоту трека в пикселях, ниже которой перестают отображаться кнопки. Давайте мы покажем пару кнопок, и как только трек станет ниже, чем 49 пикселей, кнопки исчезнут. Исчезли. Затем item volume control. Как контролируется громкость айтема? При такой настройке ручка 0 дБ находится на верхушке айтема. То есть вот здесь вот, если я схвачу его за шляпу, оп, у меня меняется курсор на время, и здесь я уменьшаю громкость, но не могу ее увеличить выше нуля. Если настройка будет такая, то в центре всех айтемов появляется громкость, я могу прибавить, сколько хочешь, убавить могу. Удобно, но на всех айтемах появляется эта ручка. И она же начинает конфликтовать с огибающей громкости. Вот, там ручка, здесь огибающая, короче, мне это не нравится. И еще одна настройка, многие ей пользуются, это в углу айтема появляется крутилка. Так ее тише, громче. Я, в общем-то, не пользуюсь ни одной из этих настроек. Я пользуюсь маус-модифайером. Мы до этого потом дойдем. Я себе настроил так, что вот я зажимаю control, и громкость айтема любого кручу. Вы можете задаться вопросом, почему нельзя просто линией огибающей автоматизации громкости айтема это делать. Потому что, смотрите, если я сделаю два дубля, и оба их буду отображать, то это два отдельных дубля, у каждого из них отдельная огибающая. Но если я меняю громкость айтема, то все дубли вырастают. То есть я могу огибающие, если что, дубли друг к другу подогнать, а так уже весь сегмент изменять громкость. Дальше идут у нас пики и волны. Это, собственно, отображать пики. Хлоп, и ничего у нас не отображается, никаких пиков. Отображение во время записи. Рисуют приблизительные пики уже во время записи. То есть оп-оп-оп-оп-оп. Эй! То есть они низкого качества, в процессе уже рисовались, потом они дорисовались. Если мы эту настройку выключим, во время записи ничего рисоваться не будет, но, собственно, зачем так делать? Это функция отображать пики только для выделенных каналов. Какой канал выделен, на таком мы видим пики. И это только отображать пики для треков и айтемов, которые отсолированы или не замьютированы. Когда мьютируем канал, пропадают на нем пики. Эта настройка назначает рисовать более плавные пики. И вот обратим внимание, сейчас я его выключу, они станут более такие шершавые. И здесь же пометка, что настройки цветовой темы могут внести свои коррективы в то, как выглядят пики, независимо от того, что стоит здесь. Draw edges on peaks. Эта кнопка означает рисовать границы на пиках, но для меня она ничего не изменит, потому что у меня все пики черного цвета. А если у вас в настройках цветовых так стоит, что пики цвета разного, то у них появится черно-серая, по-моему, какая-то граница. И это аналогичные настройки для еще в том числе миди-айтемов, но мне ничего они не дают. Вот эта галка влияет на то, как выглядят снаружи миди-айтемы. То есть сейчас включена настройка автоматически масштабировать миди, чтобы умещались. Если я сейчас эту настройку выключу, то здесь все немножко скомкалось. Если же я возвращаю эту настройку, то из-за того, что диапазон нот в этом айтеме маленький, он располагает их так, что я могу лучше видеть. Это аналогичная настройка для барабанных миди. И я, честно говоря, не совсем понимаю, о чем речь. Видимо, драм-мэпы какие-то здесь можно настроить. Я никогда в этом не нуждался. Дальше настройка. Рисовать линию нуля поверх пиков. Включаем. У нас здесь появляется точка, в которой волна переходит в другую фазу. Эта галка означает заполнить волну до этого самого нуля. Я так понимаю, что это нечто подобное тому, как заполняется линия автоматизации. То есть, если у вас настройки такие, что волна прозрачная, то она будет, видимо, ниже нуля заполняться. Дальше очень важная настройка. Изменять пики согласно огибающей громкости дубля и огибающей громкости преэффектной. То есть, как мы видим, если я включаю огибающую громкость и здесь рисую что-то, то у меня и волна меняется. А вот здесь у меня громкость постэффектная, то есть фейдерная. Здесь она ничего не меняет. И также есть такая вещь, как Prefix Volume. Оп. Это еще одна автоматизация громкости, которая тоже предшествует эффектам. И она тоже, если вот эта галка поставлена, влияет на то, как отображается. Затем тоже полезная вещь. Draw Faint Picks in Folder Tracks. Рисовать бледные пики в папках. То есть, то, что мы видим здесь. У меня все инструменты объединены в папку Music. И мы видим на ней тени всех волн. Нужно понимать, что они не отображают реально то, что звучит, потому что они не учитывают то, как изменяют волну эффекты. Но, тем не менее, они дают какую-то ясность. К примеру, можно увидеть, что вот это вот скрипки опаздывают относительно бочки. Ну, не бог с ними, что опаздывают. Или можно так смотреть. Допустим, у вас барабаны объединены в какую-то группу, и вы можете видеть, где какие-то ритмические косяки. И для этого вам нет необходимости смотреть на 8 треков, вы смотрите только на 1. И дальше аналогичная штука для тени волны на линии автоматизации. То есть, вот у меня линия автоматизации под бочкой, и на ней видна волна. Выключаю, не видна. Включаю, видна. Входит, выходит. А вот, смотрите, что появилось-то. Я вот эту штуку включил и забыл выключить. Вот, с бочкой стало виднее, что она заполнилась до нуля. Просто с высокими частотами это ничего нам не давало. Да-да-да, вот мы увеличиваем. Ну, кстати, я оставлю. Прикольно. Затем, то, как... Настройка того, как отображаются при суперчумачечем зуме. Вот мы увеличили вплоть до сэмплов. Сейчас настройка стоит точки и линии. Вот, то есть, у нас вот сэмплы и линии от точки до точки. Затем, Field Samples. Вот так вот. Страшное цифровое аудио. Наверняка очень плохо звучит. Outline Samples. Вот так вот. Я никогда эти настройки сам не менял. Сейчас вместе с вами любопытствую. Вот так вот. А, это у нас были с лесенкой. Это только с полошной лесенкой. Мягкие. Ага, это без точек. Но точки все-таки, конечно, лучше видеть. Sink Smooth. А, это вот как бы примерно они смягчены. Dots and Sink. И точки, но линии между сэмплами не прямые, как было вот в этом случае, а такие как бы предположительно того, как оно будет преобразовано в аудио. Очень предположительно, думаю, что я лучше буду смотреть грубо. Затем, вот у нас цвет волны будет меняться, подстать цвету трека, цвету айтема и цвету дубля, то есть тейка. Вот, если мы поставим галку трек, то вот оно немножко все поголубело. Вот, если мы айтем покрасим, то, как видим, волна послушалась, немного пожелтела. Если эту настройку уберем, она остается черной. И в то же время, если мы сам дубль в какой-то цвет покрасим, вот такой, то здесь волна послушалась. Если эту галку уберем, то и здесь ей наплевать, она остается черной. Дальше три галки про то, как красится фон. Соответственно, подстать треку, подстать айтему, подстать тейку. Если мы их все уберем, то айтемы перестали соответствовать по цветам каналам. Дальше сила этого переоттенивания в цвет трека для вот этого выделенных айтемов и невыделенных в силе от нуля до четырех. То есть, если мы сделаем для невыделенных треков, допустим, ноль, то вот эта штука посерела, а если мы выделим его, то поголубела. Если мы сделаем здесь еще четыре, то она еще сильнее поголубеет. А если сделаем здесь четыре, то она всегда голубая, даже когда он не выделен. Эта настройка означает, что если вы записываете одним дублем на несколько каналов аудио, то все эти тейки покрасятся в один цвет, чтобы вы видели, что это один дубль. Эта настройка означает, что одного цвета будут меди-айтемы, в которых есть запулированное миди. Что это такое запулированное миди? Вот мы найдем миди. Можно создать просто копию миди, а можно создать призрачную копию. Вот такой экшен. Чем они отличаются? Что если я, допустим, вот эту последнюю ноту удалю здесь, две ноты, то они удалились и здесь. То есть, эти штуки, мы видим, взаимосвязаны. И, собственно, та самая настройка означала, что они будут один иметь, они на всякий случай будут иметь один цвет, помимо вот этой кнопки. Нажатием на которую, кстати, я их родственную связь уничтожаю. Так, с этой вкладкой закончили. Дальше. Fades, Crossfades. Это в пикселях ширина и высота, становясь меньше которой, item не дает редактировать фейды. То есть, вот сейчас я не могу отредактировать здесь fade in, fade out. Вот при таком масштабе могу, а при таком уже не могу. Вот эта настройка меня от этого защищает. Что дают вот эти двигалки? Вот смотрите, создаю я фейды. Когда они созданы, я могу их редактировать, во-первых, трогая саму огибающую, во-вторых, хватаясь вот за эти места. Соответственно, если я убираю вот эту галку, то я не могу хватать здесь. Если я убираю вот эту галку, то я не могу хватать здесь. Могу только за самую верхушку. Она всегда позволяет редактировать. И, кстати, если вы не знали, правый клик сюда позволяет выбрать разные формы. Дальше. Показывать ручку fade in, out у меня стоит никогда. Показать always. А, вот она, появилась ручка. Ну, собственно, зачем она нужна? Или тогда, когда fade меньше, чем 4 пикселя в ширину. То есть, если, видимо, я его уменьшу сильно, да, то вот появилась. Так, и дальше речь о ручке crossfade. Аналогично. Crossfade handle. Вот. Появляется здесь вот эта точка для передвижения crossfade. Это, кстати, вот я зажимаю разные кнопки, команды, shiftы всякие и такие вот вещи делаю. Дальше что-то связанное с цветами включим. А, вот оно что. Прикольно. То есть, я вижу здесь отдельно, что происходит с волной одного item и что с другой. Прикольно, оставлю. Последняя вкладка. Контрольные панели треков, то есть, TCP, это вот эта штука, контрольная панель. Давайте я для этого новых каналов создам, чтобы понятно было. Потому что вот эти ведут меня несвоеобразно. Видите, у них только края красятся. Это тема Default Nitpicky 5.0 и в ней есть трек layout Untinted, который не позволяет здесь, вот этой зоне перекрашиваться. Для этого, чтобы это получить, нужно скачать тему Default 5.0 Nitpicky Edition. А вот у нас стандартные треки. И вот эта галка заставляет краситься вот эту область, где имя. Немножечко в сторону цвет трека. Если я убираю, то здесь все почернело. А вот эта галка про, собственно, саму панель всю. Убираем. Вот. Панель осталась серой, здесь только остался цвет. Если не любите всякую мельтешню с цветами, то вот вам настройка. Дальше. Align TCP controls when track icon is used. То есть, смотрите, вот у меня здесь иконка есть на папке. Если я эту настройку включаю, то для всех для них создается пространство для иконки. То есть, мы теряем немного пространства, но с другой стороны у меня все настройки на одной линии это отчасти удобно. Потому что так вот у меня все разбросано. Индикация группировки треков. Давайте мы сгруппируем эти треки. Пустим по громкости и по панораме. И мы видим, что на громкости и на панораме появилась лампочка мастер и лампочка слейв. Об этом как-нибудь потом. Lines on edge это другой смысл. Здесь появились внизу красные полоски и сам фейдер, как мы видим, и крутилка панорамы тоже покрасились. И none, то есть, никак мы не видим, что эти треки сгруппированы. Только помним и знаем. Дальше настройки того, как выглядит индикация уровня вот здесь вот. Включаем. Update Frequency 12 Гц. Чем выше, то есть, допустим, сделаем 150, тем она будет, как мы видим, плавнее. Стояло 12, и это было так немножко low-fi дергана. Decay. Настройка децибел в секунду. Давайте мы сделаем 300 децибел в секунду. И мы увидим, что падать будет он быстрее. Давайте сделаем 500 децибел в секунду. и здесь сделаем повыше. И увидим, что она быстрее падает. Дальше минимальный уровень, который здесь отображается. Можем здесь, допустим, сделать минус 10. И стало вот так. И максимальный, если мы сделаем минус 10, то у нас уже как бы и пикует. То есть, мы выше, чем минус 10 эта бочка у нас играет. Дальше галка, которая гласит показывать имя активного источника записи, то есть, входа на индикаторе уровня, если запись на треке заряжена. Но, честно говоря, я не вижу, чтобы где-то что-то появлялось. Не знаю. Объясните мне кто-нибудь. Дальше интересная галка. Сделать очевидным, что это место кликабельное, и можно там настроить вход. То есть, вот это. Как мы видим, изменение этой галки ничего не дает. Я только сейчас понял, что действительно можно нажать сюда и настроить здесь вход, а не тыкать правой кнопкой сюда. Вот. Открытие небольшое. Показывать шкалу децибел. Как мы видим, она появилась вот здесь, шкала. В микшере ее не было, так она есть. И затем показать шкалу децибел на треках, где заряжена запись. Раз-раз-два. И опять же, что-то ничего не показывается. Ну, ладно. Эта галка означает отображать там, где громкость у аудиоканала еще MIDI-велосити, то есть, где у меня тут MIDI, то есть, вот MIDI-канал. И здесь мы видим, прыгает такая красная штука внизу. Отображает силу нажатия. А эта галка отображает MIDI-выход в том же самом месте, то есть, когда воспроизводится здесь MIDI. Эта галка означает, что если канал клипует, то этот красный значок клипа никуда не денется, пока мы на него не кликнем. То есть, будет все время нам кричать о том, что, ребята, тревога. Вот, смотрите, делаем здесь. Вот эта галка означает, что индикация клипа на канале не будет никуда исчезать, пока мы на нее не кликнем. То есть, вот здесь мы сделаем сейчас этот канал. Клипануло. И вот он горит, ждет, когда мы на него нажмем. И еще есть такая кнопка, как Reset on Play Seek. То есть, индикация клипа будет сбрасываться каждый раз, когда мы жмем Play. И вот это тоже многим важная настройка. Индикация уровня будет показывать префейдерный уровень. То есть, если мы это включаем, то даже если я бочку убираю, все равно она у меня здесь отображается. Если я сделаю так, то, раз она не звучит, то ее индикации нет. Многим это привычно именно так. Дальше тоже важная интересная вещь. Это то, как далеко ходит у нас фейдер. А вот в минус здесь ничего не редактируется, не помню почему. А в плюс. Сейчас я могу сделать громче нуля на 9 децибел. Ну, здесь можно выставить 12, и я смогу делать громче на 12. Здесь вот настройки всякой вот логарифмической чепухи с фейдерами. О чем идет речь? Если мы выбираем линейный, то вот я шевелю фейдер, и у меня все равномерно. Вот эти 72 децибела, кстати, вот они и появились. Они распределены равномерно по всему ходу фейдера. А если я сделаю максимальную точность возле нуля, то, как мы видим, здесь вот я делаю широкие движения, и при этом вот здесь вот я увел прямо на середину, а это всего лишь 4 децибела. А потом ниже 4 децибел уже резкое увеличение добротности. Вот. То есть, при такой настройке я могу гораздо более точно здесь вот шевелить. Вот настройка дефолт, это, я так понимаю, что-то среднее. Довольно точно, мелко можно рулить здесь, и потом тоже увеличивается добротность. Последнее, какова индикация крутилки панорамы. Либо она пишет нам проценты влево-право, 100% влево, 100% вправо, либо, если мы делаем вот так, то она пишет нам в децибелах это, а не в процентах. Итак, продолжаем. Настройки рипера. Это галка Moverit Cursor to start of time selection and time selection change. То есть, перемещать курсор к началу time selection при изменении time selection. То есть, сейчас я создаю time selection, мой курсор никуда не девается. Если я ставлю эту галку, то при создании time selection курсор прыгает к ее началу, и, допустим, если я жму play, то воспроизведение начинается сначала time selection. Следующее. Move edit cursor when pasting and inserting media. То есть, перемещать курсор, когда мы вставляем какие-нибудь айтемы. То есть, смотрите, вот я Command C копирую этот айтем, вставляю, курсор остается там, где и было, и если я жму еще вставить, и еще вставить, и еще вставить, то я туда нагромождаю кучу версий этого айтема. Если я поставлю эту галку, то каждый раз при вставлении курсор прыгает к концу этого айтема, и я могу делать вот так вот. Следующее. Move edit cursor to end of recorded items on record stop. То же самое. Если я записываю что-то, то как только я жму на стоп, курсор вернулся туда, где он и был. А если эта галка будет стоять, то после записи курсор остается в конце записанного фрагмента. Дальше. Link loop points to time selection. Это интересная штука, некоторые о ее существовании даже не знают. Вот, например, создаю я time selection, и если у меня включен loop, цикл, то этот time selection, он и означает зацикливание этой зоны. На самом деле time selection и loop selection, то есть область зацикливания, это две разные вещи. И мы можем их, сняв эту галку, отсоединить. И как мы видим, вот я создаю time selection, и loop selection не создается, а loop создается вот таким вот выделением здесь на линейке. Для чего это может быть мне нужно? Если я, допустим, записываю вот этот вот кусочек в вокале, переписываю много раз, но вокалист же не может слушать один такт, то я могу войти в режим записи time selection, выделить то, что я записываю time selection, но область loop сделать такую, которая будет удобна вокалисту. То есть, я буду жать на запись, он будет прослушивать вот эту часть, петь вот эту, и потом все будет прыгать обратно на loop, и у него снова есть там такт или сколько, чтобы подготовиться. Очень полезная штука, имейте ее для себя в виду. Дальше, clear loop points on click in the ruler. Речь о том, что вот у нас есть loop points, и если мы кликаем куда-то на линейку, то это дело пропадает. Если эта галка снята, то можем хоть обкликаться, ничего не исчезает. Далее, если мы ставим эту галку, то time selection исчезает при перемещении курсора. А если, соответственно, она не стоит, то time selection от перемещения курсора независим. Дальше, vertical zoom center, то есть, что является центром при вертикальном зуме. Track at center view, то есть, когда мы будем делать вертикальный зум, то центром является вот этот вот трек, который у нас посередине того, что мы видим. Именно он расширяется и остается всегда по центру. Еще есть вариант top visible track, то есть, центром для зума будет являться самый верхний из видимых на данный момент треков. То есть, судя по всему, вот этот фортепианный трек, я начинаю зумить, и он никуда не уползает с экрана, все это происходит как бы ради него. Другой вариант, это last selected track, последний выделенный трек, и track under mouse cursor, то есть, трек, который находится под курсором мыши, все будет зумиться и центрировать его. Вот сейчас этот внизу, он у меня под мышью, я начинаю зумить, и он у меня никуда не уползает, зум происходит ради него. Затем, центр горизонтального зума. Edit cursor, то есть, когда у нас происходит горизонтальный зум, там, где курсор, туда все это делает зумиться. Если курсор поставим сюда в угол, то все равно при горизонтальном зуме все это начинает вокруг него плясать. Другой здесь вариант, это центр всего, что мы видим, то есть, где бы ни стоял курсор, сейчас вот где-то здесь начнется зум. И курсор мыши, то есть, независимо от того, где курсор, мы зумимся там, где мышь. Дальше, transient detection. Это настройки для функции, которая зовется, по-моему, по примеру, про тул за tap to transient, то есть, возможность прыгать от транзиента до транзиента, то есть, от атаки какой-то до атаки. Для этого action есть move cursor to next transient и, соответственно, to previous transient. Вот я здесь назначил себе горячую клавишу на эту функцию, и вот я выбираю какой-то item, вот у меня здесь находится курсор, я жму это действие, и у меня прыгание происходит по транзиентам. Вот. Оно, как видно, здесь немножечко вот иногда тупит. Оно нормально, стабильно работает, хорошо только, конечно же, с барабанами. То есть, вот здесь вот он четко прыгает. Это может быть удобно, да, в отрезаниях каких-то, в любого рода редакции. Обратите внимание на эту фичу. И, соответственно, чтобы она была умненькой, здесь есть варианты... Да что ж такое-то? Здесь можно редактировать чувствительность этого всего хозяйства. Открывается вот это окошко. Здесь есть, начну с threshold, то есть порог. Мы видим, на item он появляется. То есть порог того, где он будет транзиенты искать. То есть, если мы сделаем в данном случае порог вот таким, вот эта штука никогда не распознается как транзиент. И вот мы топаем, топаем. А если мы сделаем этот порог сильно ниже, то по всей видимости это будет распознано. Да, и даже не только это. Распознано как отдельный транзиент. Затем sensitivity. Это чувствительность. То есть, если мы сделаем ее сейчас 100, то мы увидим, что он находит и внутри вот этих вот больших плюх еще себе транзиенты. Если мы сделаем ее меньше, то он прыгает четче. Если материал более сложный какой-то, с этой штукой можно поиграться. Дальше галки. Use zero crossing is not as precise, but prevents click. То есть, он будет находить не совсем прям транзиенты, а точки, где на уровне сэмпла ноль. Вот здесь вот мы видим, он по правому каналу, видимо, ориентируется. Здесь ноль. То есть, точки, где отрезание и переклеивание даст меньше всего потом щелчков. Затем, Display threshold in media items when this window is open. То есть, когда это окно открыто, мы видим здесь на item, который мы выделяем, threshold. Если мы эту галку убираем, то ничего, мы никого трэш-холда не видим. Media item selection follows tap to transient. Что это значит? Вот здесь у меня item обрывается, это один, это другой. И если я здесь вот топаю по транзиентам, то раз, 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 раз. Все, он дошел до конца айтема и дальше не идет. А если я сделаю media item selection follows tap to transient, то смотрите, я топ, 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 топ и пошел дальше. Он выделил другой айтем и уже топает по нему и так далее. И дальше. Move by at least one pixel and navigating by transients. В зависимости от зума, какие бы ни были настройки транзиентов, он будет двигаться ну хотя бы на один пиксель. Идет вот крупнее, возможно, если я его увеличу, шаги будут меньше. Сейчас вот мы чувствительность мы сделаем очень высокую и порог очень низким. И при таком вот зуме у него тут транзиенты постоянно-постоянно везде. Но если мы сделаем так, он не так все-таки мелко движется. Он обязан шагнуть хотя бы на один пиксель. Так, с этим покончили. Дальше. Tap through MIDI notes. Речь о том, что если мы выбираем какой-то MIDI item, то ноты считаются транзиентами. То есть, тем же самым экшеном мы прыгаем начало ноты, конец ноты, начало ноты, конец ноты. Если эту фичу убираем, то MIDI item не отзывается на это и сразу же tap to transient бросает нас в конец айтема. Что происходит как раз потому, что у нас есть street media item edges as transitions. То есть, край айтема тоже считается транзиентом. Далее про ripple editing. Пожалуй, расскажу, потому что эта вещь очень полезная. Здесь она вынесена у меня на такую кнопку. По-моему, изначально в главном меню рипера она есть. У ripple editing есть три состояния. Отключено, включено на один трек, включено на все треки. Если ripple editing функция выключена, то я беру вот этот айтем на этом треке, тащу его, и, собственно, он тащится. Если эта штука включена в режиме одного трека, то я сейчас хватаю вот этот айтем, тащу, и он двигает все айтемы за ним. Это суперполезно бывает, когда вы редактируете какие-то фрагменты, склеиваете, я не знаю, минусовки или какие-то аудио вырезаете. То есть, вам не нужно постоянно их выделять все вместе и двигать. Один айтем двигает все, что справа от него, и, соответственно, назад он их тоже двигает. А если мы включим ripple editing в режим все треки, то сейчас я схвачу этот айтем, и у меня поехало все, что может поехать на других каналах тоже. Хватаете какую-то одну вещь, и вся музыка после нее тянется, перемещается. Эта вещь очень хорошая, когда видео свои я монтирую, постоянно ей пользуюсь, и вернемся. Вот эта настройка того, как себя ведут айтемы под замком во время ripple редакции. То есть, если мы сейчас вот этот айтем закрыли, включаем ripple editing, этот айтем независим от этой редакции. Это означает, что закрытые айтемы не подчиняются ripple редакции, распространяемой на один трек. Эта галка означает, что заблокированный айтем вообще никак не подчиняется. Эта галка означает, что плевать на замок, и сейчас все это все равно поехало. Вот эта галка allow dual trim only if both items are selected. Что это такое? Когда у нас два айтема идеально соприкасаются, чего мы можем достичь разрезанием одного, то мы видим, вот так у нас появляется значок редакции этого уха, с этой стороны значок редакции этого уха, а посередине редакция обоих ушей вместе. Если мы поставим эту галку, то эта штука не появляется, покуда не выделены оба этих айтема. Дальше. Crossfade stay together during fair edits when trim content behind mere item is enabled. Вот очень специфическая вещь. То есть, если мы здесь создадим с вами Crossfade и начнем один край этого Crossfade редактировать, то, как мы видим, другой неподвижен. А если у нас включена айта галка и включена вот эта штука trim content behind mere items when editing, то я двигаю одну сторону Crossfade и видно, что он весь деформируется в отличие от вот такого вот поведения. Затем автоматически удалять пустые треки, созданные перетаскиванием айтемов ниже. Это очень просто. Если я схвачу сейчас вот этот айтем и потащу его вниз, то для него создался сразу же новый пустой канал. И если я его отсюда утащу и поставлю, то этот пустой канал исчез. А если галка это не стоит, то вот он, я взял айтем, тащу его вниз, новый трек создался, и отпускаю, и он так и остался там висеть. Затем галка, связанная с редакцией дублей. То есть, смотрите, возьмем вот этот фрагмент, сделаем здесь как бы дубли. Вот у нас два дубля. Галка не стоит. Если я своим хитрым модифайером смещаю начало вот этого тейка, то другой тейк не движется. А если эту галку поставить, то двигаться они будут оба. Знание этой функции может пригодиться, когда, допустим, разные вокальные дубли один к другому равняете. И последнее здесь, если никакие айтемы не выделены, то некоторые функции, связанные с разрезанием, удалением и тому подобному, будут отражаться на всех айтемах под курсором. То есть, смотрите, вот у меня выделен вот этот айтем. Я беру Split Item Set Cursor. Хоп! Он здесь на курсоре у меня распилился. А если никакой айтем у меня не выделен, я жму Split Item Set Cursor, то все айтемы под курсором распилились. Рендерим то, что у нас есть. Как туда попасть? В случае, если вы не знаете, у нас вот здесь есть файл Export Render. По-моему, эту настройку я не менял, но оно как минимум где-то здесь рядом. Можно назначить горячую клавишу, так я и буду нажимать. Горячая клавиша у нас назначается вот. Вот такой Action есть, и сюда вы можете назначить горячую клавишу. Вот у меня Shift Z. Окей, значит, жму я на Shift Z. Как и во всем в Reaper, можно много чего настроить, и поэтому кнопочек много, буквок много, можно растеряться. Первым делом Source источник, то есть, что мы рендерим. у нас в опции Master Mix, то есть, это стандартный вариант, то есть, наш рендер, это будет то, что звучит у нас на мастере. То есть, допустим, ну, свели песню, начали сбрасывать. Stems, selected tracks, то есть, это отдельные стемы из выбранных треков. То есть, выбираем этот режим, и, зажимая Command или Control на PC, выбираем, допустим, хочу я сбросить отдельно, меня попросили проте-пиано, струнные и пэт. Вот, я выделил три канала, он мне, наш дорогой рипер говорит, что будет три файла. Вот такие вот будут три файла. Вот, я могу отдельно их сбросить. Вот, Master Mix плюс Stems, то есть, то же самое, то есть, он сбросит мне выделенные треки и еще мой мастер. Очень удобная история. Или, предположим, я хочу там кому-то отдать не отдельно все, а я могу объединить, допустим, все свои инструменты в папочку, вот, и она у меня будет, допустим, Stem1. Ее я сброшу. Так, но мне это не нужно, я вообще на самом деле эту песню я еще не свел. Вместо того, чтобы сводить, сижу тут видео записываю. Так, затем, Region Render Matrix. Это отдельная вообще история, потом про нее поговорю. Это офигенная вещь, бывает очень нужна. Грубо говоря, вот мы можем в рипере регионы создавать, и вот мы можем отдельно сбросить эти регионы, причем, вот у нас три региона, я создал три, они появились, и от каждого региона я могу выбрать, что я сброшу. Мастер, или все треки поканально, или только вот, ну, короче, пипец, как я люблю это дело, жалко, что это бывает редко нужно. Так, Selected Meery Items, то есть выбранные айтемы. Вот. Вот я, вот этот айтем, пианинный, вот этот, вот этот, предположим, я выберу, и могу их сбросить отдельно. Вот такая вот замечательная вещь, и что стоит учесть? Я только что проверял, при сбросе айтема он сбросится через каналы, через обработки, которые висят на его канале, вот, но без обработки, которая висит на мастере, или в папке, в которую входит этот канал, это стоит учесть. Но если у вас, допустим, вы использовали какой-то канал рипера вот так вот, то есть в режиме, что играет и то, и другое, или там даже вот так вот, допустим, я иногда пишу бэки прямо на один канал и не парюсь, вот, тогда он сбросит их все по отдельности, каждый через обработку на канале. Так, возвращаемся. Вот, это значит источник того, что мы сбрашиваем. Затем, границы. Вот это важная вещь тоже. Всегда по дефолту стоит entire project. То есть сбрасываем весь проект. Но откуда рипер знает, что такое весь проект? Это от начала в его понимании до последнего куска аудио. То есть вот досюда он сбросит. Здесь, ну, с небольшим отступом. То есть он сейчас понимает, что начало это 0 минут, 0 секунд, 0 миллисекунд, и конец это 3 минуты 29. То есть он вот здесь вот в его понимании конец проекта. То есть это из расчета на то, что здесь звучит какой-нибудь ревер, какой-нибудь эффект. И, соответственно, если я в процессе там чего-то вот так вот сделал, у меня там какой-то, отложил я кусочек аудио, то, как мы видим, рипер теперь понимает, что там конец проекта. Вот. Соответственно, частая штука у начинающих, тех, кто первый раз сбрасывает в рипере, это то, что у них проект начинался не с нулевого такта, и вначале долго тишины, а потом еще какая-нибудь хрень в конце. Вот. Соответственно, это у нас entire project. И есть такая важная вещь, которая появилась там с версии 5, не помню какой, что мы можем добавить маркеры, которые должны называться строго start и end. Это то, что рипер понимает. И теперь, где бы они ни находились, рипер будет считать, что именно там начало и конец проекта. И при сбросе в режиме entire project он сбросит от этого маркера до другого маркера. Замечательная, мне кажется, вещь. Потому что раньше я заморачивался с time selection, ну, точно так же, как в kubase. А теперь у меня все начало, строго, есть и этот маркер, который я не трогаю, а при желании могу их сдвинуть. Вот. Ну, мне пока это не надо. Вот. Затем у нас есть режим custom time range. Вот. То есть мы здесь ему тупо прям скажем с какой минуты какой секунды и покуда сбрасывать. Tail это настройка еще дополнительно если, ну, зачем это нужно. Потом скажу, зачем это нужно. Значит, у нас есть custom time range, это мы разобрали. Time selection. Вот. То есть сейчас он не сбросит ничего, а как только мы создаем time selection, то есть выделение времени по-русски, по-нашински, вот, он сбросит отсюда до сюда. То есть, соответственно, я могу, грубо говоря, ctrl-a или command-a выделить все айтемы, да, и создать свои горячие клавиши, люблю горяченькое, time selection. То есть сейчас я точно знаю, что весь мой проект выделен. Вот. И здесь я могу включить tail, то есть если здесь опять же какой-то ревер еще звучит, тысяча миллисекунд, это у нас, тысяча миллисекунд, я что-то запутался, да, это секунда. Вот. Здесь можно сколько угодно, наверное. Ну, короче, достаточно ввести, чтобы был какой-то запас. Вот. И project regions, вот, это, соответственно, связанное с, ну, вы поняли, со сбрасыванием отдельных регионов. Так, дальше у нас идет preset set, это к этому в конце вернемся, ну, в принципе, это самообъясняющаяся вещь. Директория, куда мы будем сбрасывать аудио, да, то есть, ой, я сбаунсил проект, интересно, где мой файл? Вот, то есть, browse, это, то есть мы ищем, здесь какие-то дефолтные адреса, не помню, честно говоря, где я их вел, но всегда один из них будет адрес проекта и папки, где хранится аудио. Вот. Соответственно, там, допустим, свел я первый раз, первый микс, и у меня вот адрес итогового файла, вот его имя, и вот он мне пишет, что в итоге у меня получится. У меня получится volume sound, тара-та-та, где у меня лежат проекты, папка аудио, папка mix, ну, папка audio mix1.wav, вот, то есть он мне заранее рассказывает, что у меня получится. Вот. И одна важная вещь, которую мне очень нравится, что если мы здесь в имени вводим такой символ, как вот этот вот слэш, то, предположим, я могу сделать папку render, render. И я сделаю слэш, и теперь, как мы видим, render перестал быть частью имени, он создаст папку render. Оп. То есть у меня в проекте будет аккуратненько папка render, в которую я вот таким вот образом, то есть если эта папка есть, он сбросит в нее, если ее нет, то он ее создаст. То у меня там будут лежать аккуратненько все миксы, все, что я сбросил. Вот. Я могу тут сколько угодно там сделать под папок. Вот. И все это будет так работать. Затем у нас есть wild cards. Это, как говорится, дикие карточки. Не помню, как это. Есть какой-то фразеологизм в русском языке для этого. Не важно. Короче, я могу уже руками вколачивать. То есть у меня тут песня whenever. Там что-то про hard. Вот. Но можно этот процесс каким-то образом автоматизировать. То есть что-то здесь такое. Предположим, я могу... Здесь есть такая вещь, как project. Хлоп. Project у меня называется whenever your heart. И все. Вот эта штука будет означать, что файл будет включать в себя имя проекта. Затем следующая карточка. Допустим, я даже не знаю. Ну, допустим, день. Оп. Двенадцатое число. Допустим, и month. Где у нас month? Или лучше month name. Оп. Whenever your heart. Двенадцатое апреля. Здесь я могу что-то от себя тяну написать. Саша, молодец. Конечно же. Вот. И wild card. Последний, допустим, темпл. Часто просят указать темп. Вот. И все. Допустим. Вот так вот у меня называется. То есть, если вы часто сбрасываете какие-то специфические такие вещи, то можно вот так вот здесь все это аккуратненько придумать, сколотить, сохранить как пресет. Вот. И все время этим пользоваться. Ну, в общем, я, как правило, с этим сильно не заморачиваюсь. Называю там от руки. Но быстро побегусь. Item. Это при сбросе айтема. То есть, имя айтема будет. Item number. Это последовательность. Item of track. Это когда вы сбрасываете стемы, то им будут присвоены имена треков. Вот. Стемс. Хоп. Я выделил вот эти треки. Wild card. У меня тр-р-р-рек. Хлоп. И итоговые файлы у меня будут. Synth2. Piano. Strings. Subpet. Вот. Может помочь такая вещь, как track number, если есть треки с одинаковыми именами. Вот. Теперь они, даже треки с одинаковыми именами, будут иметь разный порядковый номер. 0.3, 0.4, ну, допустим, мне тут очевидно нужен был пробел или какой-нибудь дефис. И вот что у меня будет. Так, затем дальнейшее у нас parent track — это если трек входит в папку, то есть, допустим, вот они у меня будут в папку, и при сбросе этого стема я могу, чтобы он приписал, в какую папку он входит. Так, затем регион — это при сбросе регионов, это потом последовательный номер региона. Name count — это просто он будет каждому последующему файлу присваивать следующую цифру, число, точнее, номер, простите. Так, start end — это, предположим, при сбросе item. Это его по гриду, по времени там, по времени, да. То есть, этот файл у нас начинается на 59-й секунде. Вот, то же самое. And start beats — это какой такт, timeline, какой он по порядку, проект, формат, темп, размер музыкальный, file number, так, нота. Кстати, с нотой вот это я не вкурил, ничего он мне не пишет, никакие ноты все время пишут до второй октавы. Ну, ладно, natural — тоже что-то связанное с нотами. Год в четырехзначном формате, год в двухзначном формате, месяц, месяц — не числом, а именем. Число — час, час в 12, ну, в формате не 12-4, а 12. AM, PM — это как утро-вечер, да? Минута, секунда пользователей этого, если у вас в компьютере, вот у меня, допустим, Александр Дизелков. Вот. Ну, мало ли, в студии вы вместе с кем-то работаете. Ну, короче, тут на все случаи в жизни нафиг не нужная всякая фигня, имя компьютера. Вот. То есть теоретически вы можете выделить вот это все, и тогда в названии файла у вас будет все, что можно только знать. Вот. Здесь вот недавно используемые всякие штуки, вот, если вдруг нужно. Так, это «Помощь по wildcard». Да, то, что я сейчас объяснял, здесь по-английски. Вот. Ну, в принципе, если вы понимаете по-английски, вам мой канал вообще не нужен. Есть масса замечательных. Так, дальше у нас пошли опции. «Sample rate». Это «Sample rate» у нас итогового файла, который мы получим. То есть у меня в данном случае проект в 88 кГц. Не знаю, зачем. Я вообще как бы не фанатею с этих всех частот дискретизации страшных. Вот. И итоговый файл у меня по дефолту стоит такой же, как проект, но, естественно, в итоге мне нужен будет 44, да, вов. Вот. Здесь я могу это установить. Затем каналы. То есть стерео, монофайл, или если там 4, 6, 8, долби, фиголби. Вот. Это всё понятно. Вот. Если у вас многоканальный проект, в смысле, вы поняли, короче. Если вы не поняли, вам это не нужно. Так. Вот это вот важная вещь. На которую стоит внимание обратить. Здесь она чревата косяками разными. То есть скорость рендера здесь по порядку. Full speed offline. То есть когда мы выбираем такой рендер, то проект отсоединяется от драйверов звуковой карты и пересчитывается просто в цифровом виде настолько, в оффлайне, настолько быстро, насколько он может. То есть, как правило, если проект не очень большой, это намного-намного быстрее, чем в реалтайме. То есть вот сейчас этот проект, я только-только начал с ним ковыряться, в нём практически обработок нет. Если я его сейчас начну сбрасывать, то смотрим, что происходит. Он сбрасывается со скоростью в 10 раз быстрее, чем реально он воспроизводится. То есть реально эта штука работает пободрее, чем, к примеру, в кубейсе, так ощутимо. То есть, по идее, это самая оптимальная быстрая история. Но она, конечно, чревата некоторыми проблемами. К примеру, у меня иногда вылетают во время рендера уадовские плагины, если их больше. И этот режим нельзя использовать, если у вас не всё in the box. То есть, если у вас не только плагины работают, а какой-нибудь подключен синтезатор или какая-то самограйка, которая получает MIDI, отдаёт аудио, в реальном времени звучит. Либо у вас есть какие-то плагины, которые только в реальном времени должны работать, иначе они тупят, или просто меняется звук, то Full Speed Offline вам не подходит. В чём ещё преимущество оффлайна? В том, что если у вас не хватает скорости диска, то есть, предположим, диск, на котором находится проект, уже когда вот просто все файлы воспроизводятся в реальном времени, он уже на пределе своей производительности, а теперь ему ещё нужно писать большую толстую вавку, и он в реальном времени будет хрюкать, не справляться. В оффлайне он просто замедлится до нужной скорости, чтобы все сэмплы успели прогрузиться, все файлы воспроизвестись. Вот, то есть, по идее, если нет никаких глюков, то Full Speed Offline — это самый замечательный режим, в котором не должно ничего в звуке меняться, ничего не должно портиться. Вот, но если бывают какие-то при рендере проблемы, да, то у нас есть такая вещь, как One, то есть скорость воспроизведения обычная, оффлайн, вот, то есть это скорость одна целая, либо меньше, если её не хватает. То есть, у меня, предположим, когда какой-то совсем жирнющий проект, то он сбрасывается там со скоростью 0,8. Вот. Затем у нас есть онлайн-рендер. Это единственный нормальный вариант, если вот вы используете какие-то тупящие плагины старинные, или если у вас плагины, которые... 32-битные плагины в 64-битном хосте, вот, то есть, которые в оффлайне просто не будут работать, вот, потому что, ну, синтезатору в реальном времени нужно, если он физический, да, железный, получать миди и отправлять аудио. Вот. И затем те же самые вот эти опции, но idle. Я, честно говоря, не знаю на Mac'е, что это даёт. На Windows'е это даёт то, что процесс становится... у него понижается приоритет, то есть вы можете с большей бодростью использовать в это время компьютер, ковыряться в своём контакте любимом, вот, пока проект сбрасывается. Он просто будет сбрасываться ещё медленнее, вот, если ему не будет хватать ресурсов. Вот. Такая история. Значит, есть такой нюанс, как... Сейчас, если я быстро это найду. Inform... Вот. Это, значит, где-то у нас вкладка. В настройках. VST. Inform plugins of offline rendering state. Вот. То есть эта штука по дефолту выключена. То есть плагины... Есть такие плагины, которые, когда получают от хоста, то есть от рипера, от кубейса, от лоджика, информацию, что происходит offline rendering, они немножко иначе себя ведут. Вот, к примеру, сейчас, если я не удалил эти плагины. Удалил. Короче, есть плагины, которых отдельно можно выставить, допустим, oversampling. То есть при воспроизведении oversampling нет, а при offline rendering включается какую-нибудь лютую oversampling умножить на 16. Вот. И, соответственно, в данном случае этот плагин такой информации от рипера не получит и будет работать в обычном своём режиме. Вот. Некоторые плагины, опять же, могут тупорылить, получая эту информацию, либо могут что-то начать звучать капельку иначе, и вы будете нервничать. То есть если подобного рода проблемы есть, то вот здесь надо их искать. Так. Resample mode if needed. То есть вот у меня, допустим, проект 88 кГц, а хочу я 44. В каком режиме будет происходить рендеринг. Точнее, извиняюсь, oversampling. Вот. До пятой версии рипера вот этого мэкстрима вообще этой настройки не было, насколько я помню. Короче, у меня стоит 512, я не парюсь. Как-то я ставил good, и ощутимая была разница. Вот. То есть ставьте high quality и не парьтесь. Вот. Если вам интересно понять, как это устроено, вот такой есть сайт. Cersei Infinite Wave.ca. Наверное, Канада означает. Здесь можно сравнить алгоритмы oversampling во всем, во всем, во всем, что есть на свете. Вот, к примеру, мы возьмем там наш дорогой любимый Cubase. И что тут про рипер есть у нас? Вот, пятая версия рипера. Как мы видим, намного веселее в рипере происходит oversampling. Ой, у него же resampling, а resampling. То есть здесь сравнение от 96 кГц к 44. Если вы не знаете, что это такое, не парьтесь, короче. Ставьте вот это и занимайтесь музыкой, а не всякой фигней. Вот. Затем, track with only mono media to mono files. Это при сбросе стемов полезно, если есть каналы, на которых изначальный файл mono, изначальный файл, вот, например, у нас бас, и на нем, если нету никакой стереообработки не единой, то рипер понимает, что там звучит mono и не будет сбрасывать ненужные стерео, которые потом люди в протулсе нервничают, и им он не нравится, потому что он жрет их ресурсы, а там нету нормального быстрого способа сделать их mono. Так, multi-channel jacks и multi-channel files. Вот. Если вам это нужно, если вы не знаете, о чем речь, вам это пока не нужно. Вот. Затем дизеринг, noise shaping, это при понижении частоты битности. Вот. Если вы, ну, короче говоря, если вы не используете какие-нибудь супер-мастеринговые плагины, изотоп какой-нибудь, скачали, то вот это можете включать, а можете не включать, никакой вы не услышите разницы и не переживайте. Плохой микс будет плохим, с дизерингом, с noise shaping, с чем угодно. Так, значит, выходной формат. ВАВ, АИ, туда-сюда, плаг, MP3, если вы установили лейм себе. Вот. У каждого формата здесь свои настроечки. Ну, я не знаю, зачем они простому человеку нужны. Вот у нас есть ВАВ, мы выбираем его битность, если мы сбрасываем уже готовую музыку, то нам нужно 16, если мы там переносим из проекта в проект, или планируем это как-то хитро мастерить, то 24, 32. Это то, что он будет делать с файлами, которые больше там 4 гигабайт, что ли, в каком формате он их будет сохранять, разновидности ВАВ-ок какие-то есть, ни разу в жизни с этим не сталкивался, я не переживаюсь. вот, BWF данные, которые вшиваются в ВАВ-файл, и какие-то программы их умеют читать. Вот. Так. Project Tempo тоже в ВАВке будет написано «Используйте с осторожностью». Вот. Может быть, какие-то хосты плохо это все читают. Вот. Маркеры можно включить в файл, ВАВку, и опять же, они потом будут прямо на ВАВке, когда импортированы маркеры стоять. Замечательная вещь. Затем у нас следующая графа silently increment file names to avoid overriding. Это что такое? Если у нас в папке, куда мы сбрасываем, уже есть файл с таким именем, то мы начинаем делать рендер, он нас предупреждает. Уже существует файл. Что нам делать? Увеличить, ну, чисто циферку приписать, стереть, отменить. Вот. И здесь можно, чтобы он не спрашивая, просто создал, он будет рендерить микс, который будет называться testMix001, по-моему. Вот. Замечательно. Так. И теперь у нас в нашей папке выхода у нас... где она? Я что-то пока тестил, запутался. Я где-то не там папку эту создал, наверное, с out. А, нет, вот наши testMix. Вот. TestMix первый, и потом, чтобы его не стирать, у нас 001. Затем, save copy of project to outfile. Это тоже полезная вещь. Вместе с файлом сохранится с его же именем сам файл проекта. Ну, файл проекта, он, как правило, не очень большой. Он просто данные о том, где аудио и миди находятся, какие обработки. То есть полезно, если вы сбрасывали какой-то микс, сводили 10 раз, и потом вдруг поняли, что вторая версия была самая кайфовая, а проект давно уже, вы его тогда отдельно не сохранили, то именно с названием того же микса есть, у вас там лежит риперовский проект. И вы его откроете, и там все настройки. Дальше у нас здесь такая вещь, как render queue. Эти две кнопки вот связаны с ними. Эта штука вообще великолепнейшая, которая достойна того, чтобы снять про нее отдельное кино. Вот. Но, в общем и целом, это возможность поставить в очередь несколько версий рендера с разными настройками вот этого вот всего и вот этого вот всего и идти себе пить кофеек. То есть, грубо говоря, если мне нужно эту песню сбросить в готовый микс, минусовку без бэков и минусовку с бэками, то мне не нужно сидеть и сбрасывать раз, ждать, потом сбрасывать два и сбрасывать три. Я могу, грубо говоря, вот у меня целый микс, предположим. Я назову его там, мастер, напишу ему add to render, да, вот здесь все выставил настройки, 16 бит, add to render queue, вот. Затем я снова делаю так, я закрываю вокал основной, шлеп, и это у меня минус будет backs, минус с бэками, так сказать. Вот. И я его добавлю в очередь на рендер, и потом я закрою бэки, и да, и это у меня будет минус инструментал. Вот. Я это add to render queue, вот. И вот я могу открыть очередь на рендер, вот что у меня здесь находится, так это еще с прошлого эксперимента. Вот. То есть три вещи, которые я сейчас добавил. И причем тут дело не только в настройках, да, то есть я могу тут там, я не знаю, все это дело передвинуть, и допустим это у меня будет минус edit, там два, шлеп, add to render queue. Добавил. И теперь, когда я открываю очередь на рендер, я могу выделить какие-то конкретные и отрендерить render selected, или могу я, ну, соответственно, могу их убрать, remove, или могу нажать render all. Вот я жму на render all, новый проект создается, и вот здесь происходит такая вещь, что через 25 секунд проект начнет рендериться, то есть первая его версия, которая стояла в очереди. Зачем эти секунды даны? Это для того, чтобы если здесь в проекте есть какие-то сэмплеры, которым нужно сначала подгрузить сэмпл из жесткого диска, чтобы они успели это сделать. Соответственно, я могу здесь ему нажать давай render сейчас, или могу добавить, если я вижу, что здесь еще сэмплы не подгрузились, могу добавить ему еще 10 секунд. Ну, грубо говоря, я жму render now, эта версия проекта рендерится, и после этого эта версия проекта закроется, откроется следующая, пройдут эти там 30 секунд, которые даны сэмплером на подгрузку сэмплов, и будет рендериться следующая версия. Я в это время гуляю, то есть я могу здесь назначить сколько угодно заданий, конечно лучше сделать это скрупулезно, четко, чтобы потом не прийти и не обнаружить, что 50 проектов отрендерились неправильно, или неизвестно, где они лежат, и так далее. Вот, собственно, такая штука, но не буду сейчас долго это ждать. Замечательная вещь, которая может в каких-то моментах сэкономить уйму времени и избавить вас от нудного времяпрепровождения. Затем, что у нас здесь есть? Delayed Queue Render. Ну вот, это включение и выключение вот этой функции по тому, чтобы проекты в очереди ждали подгрузки сэмплов. Так, значит, ну, собственно, RenderOne файл это у нас и есть. Это окей. Отрендерить то, что у нас имеется. Вот, Save Changes and Close. Почему это нужно? Потому что вот я захожу в настройки рендера, я здесь написал что-то, там, поменял какие-нибудь битности, что-то здесь, в общем, я поменял. Если я вдруг решил поковыряться дальше в проекте и жму на Cancel, то когда я вернусь сюда, этого всего нет. То есть, а для того, чтобы это сохранилось, мне нужно при выходе нажать Save Changes and Close. Вот, и тогда, когда я снова зайду в настройки рендера, у меня вот здесь будут все то, что я оставил. Вот, и, значит, последнее, что у нас осталось, это Presets. А, нет, еще Region Render, да. Значит, Region Render Matrix. Что это такое, зачем нам это нужно? Допустим, я мастерил альбом. Вот, подгонял готовые треки друг к другу по громкости, по частотному восприятию и так далее. Вот, и мне теперь нужно сбросить. Вот, и чтобы мне не выделять Time Selection сбрасывать каждый из них или не загружать их в очередь на рендер, что тоже более продвинуто, но есть более простой способ. Region Render Matrix это возможность рендерить регионы в проекте. Регионы, это у нас такие маркеры продолжительные, да, которые есть, можно создавать. Вот так вот я могу каждому, каждой песне создать регион, или есть даже, допустим, такая продвинутая вещь, которая мне один раз сэкономила тьму времени, когда нужно было сбросить там что-то 100 треков в одном проекте. Выделяем их все, ну, при условии, что наши айтемы сами названы названием песен. Выделяем, и у нас есть такой экшен, мы ищем, допустим, регион, айтем, name. Так, и что он находит? Вот. Create regions from selected items named by activity. То есть, создать регионы из выделенных айтемов и назвать эти регионы по активным дублям, ну, то есть, по именам. Мы жмем, шлеп, и у нас создались по каждому айтему регион, он называется соответствующим образом. Я чисто для наглядности, допустим, сделаю так, у меня пусть будет гитара, и вокал. Значит, мы заходим в регион рендер, вот у нас здесь появляются такие вещи, как менеджер регионов, это вот здесь мы можем их переназывать. допустим, этот я назову просто reason. Ой-ой-ой, ну ладно, не буду я ничего переназывать. Вот, так он, предположим, у меня называется. И более важная вещь, это вот render matrix, можно попасть в нее отсюда, либо вот отсюда. вот, что это у нас за таблица. Это у нас регионы один за другим идут, а это отдельно все три канала, потом кнопка для выделения всех каналов и master mix. Соответственно, я могу сбросить master mix, то есть эти треки, идущие через master у меня здесь, каждый, все шесть, каждый регион. Затем могу сбросить, предположим, во всех треках отдельно гитару и, допустим, вот в этих треках отдельно вокал. Затем важный момент, это как мне это назвать. То есть сейчас он готов сбрасывать 15 файлов. Вот, сейчас они будут называться cityband 01, 02, 03 и так далее. Вот, здесь мы пользуемся нашими wild-карточками, и будет называться так, регион track. Соответственно, как теперь он будет называться? Название песни master, название песни гитара, название песни master. Ну, поскольку у меня файлы назывались mp3, да, здесь произошел некий косяк с именами, вот, но пусть файлы у вас так просто не называются, да, и вот это все сейчас я, предположим, я создам для этого отдельную папку, которая будет у меня называться cityband, ой, не там я поставил слэш, все, жмякаю я, понеслась, ой, малех клипует, вот, теперь мы посмотрим, что у меня сбросилось, вот у меня папка, там, где я хотел, которая все называется, в некоторых случаях так можно сэкономить реально часы, много часов, вот, такая вещь, вещь, сброс регионов, так, и последнее, это пресеты, соответственно, что можно сохранить, bounce and output, bounce это у нас вот это вот, то есть время, output это у нас имя и адрес, сброса, options and format это у нас, вот у нас options и формат, то есть эти все текущие настройки можно сохранить как пресет, предположим, у меня есть стандартная тема, я сбрасываю в папку свою mixdown, я сбрасываю по принципу проект, 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 дата, там, день, месяц, год и там я сбрасываю это в mp3 и я не добавляю проект, я сохраняю версии проекта, вот, предположим, так, пусть это у меня будет мастер, и я все эти настройки сохраняю как там render mp3 render mp3 окей и все, теперь в другом любом проекте я захожу, у меня здесь ничего нет, предположим, у меня все было так, я беру и выбираю свой render mp3, все эти настройки всплыли, адрес, имя, и просто жму и рендерю все, что я хотел, и все счастливы, вот, ну, либо отдельно могу сохранить настройки адреса, настройки формата, вот такая вот информация, надеюсь, кому-то она будет полезна, давайте, любите Ripper, как люблю его я, любите музыку, как люблю ее я, и делайте ее лучше, чем я, ура и аминь.